Добрый вечер! Я дилетант, сразу говорю, я дилетант, а не мешай представлять журнал. Вышел недавно новый номер журнала, он должен просто сообщить, обязан вам сообщить главную тему и сталинские палачи. Тема, вдруг неожиданно, стала актуальной, мы опять угадали. Хотя, конечно, мы не случайно взяли эту тему. Но это связано с, я не знаю, известным вам или нет, судебным процессом, который идет в Москве после иска, который подал Хинштейн и внучка Ивана Серова. Он еще в радиостанциях Москвы. Правда, не ко мне лично, а к моему гостю, Борису Соколову, историку, не в тебе, по поводу того, что они почувствовали себя, внучка Ивана Серова почувствовала себя оскорбленной, что ее дедушку назвали палачом. Ну и вот так вот родилась эта тема. А тут еще вот эти все события, 40 тысяч палачей, которых мемориал опубликовал список. В общем, тема, сами знаете, стала актуальной. Вот Томский, я не помню фамилию, Карл Годин, если я не ошибаюсь. Карл Годин, где я? Человек, который нашел всех... Проходите, вас должны куда-нибудь посадить. Который нашел палачей своего прадеда, и тут же объявилась внучка прадеда, который был сам палачом. Ну, в общем, такая тема стала невероятно актуальной, так что я вам очень советую, поскольку надо журнал. Теперь я вам должен посоветовать еще послушать Алексашенко, но если вас так много, то я думаю, что вы без моего совета и все знаете, что это интересно. Мне только кажется, что это очень интересно, но я, значит, расскажу вам сейчас одну историю. Я не знаю, помнишь ли ты, Сереж? Мы как-то сидели за ужином, не буду называть фамилию, с одним человеком, сидел на против нас прямо, сидел человек, который занимал очень высокий пост, относительно до недавнего времени, в президентской администрации. Не помнишь? Вот. И он, значит, Сергей что-то объяснял про нашу экономику. Он слушал-слушал, и потом так сказал он, Сергей Алексашенко, лучший макроэкономист в стране, почему ты не с нами? Не помнишь такой эстезон? Нет? Нет, я не помню. Да? Ну вот. Собственно говоря, из этого вращался мой первый вопрос. Почему ты не с ними и не с нами, кстати, заодно? Я с ним. В том смысле, что, как ты еще плюс ко всему, ты плюс ко всему. Просто, Сергей Алексашенко, знаете, что когда два года назад, три года назад, да, Сергей обосновался в Соединенных Штатах, что на мишеньком время от времени приезжать к нам в Москву и выступать по эхо Москве. В общем, объяснись, пожалуйста, почему ты не с ними. Почему ты не с нами? Как ты дошёл друг с нами? Я встану? Потому что я так важно их лучше видеть. Вот на месте. Тут сзади я неудобно салмарик. Простно нормально? почему я уехал нет на самом деле понять и меня очень долгие годы моя жена спрашивала что происходит не страшно и что я понял что у меня нет работы а потом резко где-то первые 2013 года вот и последняя собственно говоря когда в июне тринадцатого года и после этого мы сидели с женой вечером летний вообще вообще просто спокойно разговаривать что происходит и какой-то момент вот у меня ощущение что что-то меняется в жизни что-то меняется и вот симптом этого что вот вот идет такое я не могу сказать я ничего не могу сказать там у меня нет никаких фактов оснований но в общем даже люди с которыми были хорошие отношения которые там во всяких разных администрациях министерства в общем-то виза на телефонные звонки вот я просто у меня ощущение что в жизни что-то меняется и я вот ты мне всегда задавал вопрос там про опасность ощущение такое что вот эта граница она приближается ну да и че-то и тут я говорю слушай ну смотри у меня работы здесь в принципе нет давай мы с тобой попробуем вот пожить еще у меня была долгосрочная американская многоразовая ее у меня европейскую не только на компанию с тобой поживем там 3 месяца в америке 3 месяца в европе опять 3 месяца в америке и к лету следующего года вернемся в москву и обсудим так же ребенку четыре года было в тот момент я понял что я не только за себя но и за ребенка не было там маленькую да вот я в кадре по другому вот а так вот сервити фест вот эти два два момента первое что нет работы а второе ощущение полное понимание того что безопасно закончилось и когда через полгода убили буренцова вот это оно и случилось да ты понимаешь кого-то убили кого-то посадили ты понимаешь что это настолько случайно что может быть а потом мы последним разная печально завершить меня была беседа с одним из таких генералов я спросил ничего как за что за что не знаю и принципе для тебя особых нет претензий были у тебя давно посадили если бы было за что когда вы сидели вот спокойно вот размещение значит не за что вот но вот у тебя здесь не будет жить можешь я хочу сказать что поскольку я был так оказал чтобы я был последним который вылетел перед смертью но не считают этой девушки то мы с ним прощались когда он был я ему задавал этот вопрос я даже не помню в эфире или нет и он говорил да нет он не верил он все что угодно даже нет он не верил он прямо говорит все что я иди меня они побоялись они побоялись ну ладно давай что-нибудь да давай что-нибудь да да так почему-то хорошо почему-то не с ними я имею вот это вот куда тебя там записали это ладно в какой колонны я бы так сказал это оппозиция политическая или экономическая а тебя не устраивает экономическая политика политика или экономическая политика и насколько это все связано я добавлю просто потому что один одна из наших общих знакомых Ирина Хакамада я очень хорошо помню она в начале 2000-х говорила в том числе про нового тогда пришедшего президента она говорит я готова пожертвовать там политическими свободами там демократическими свободами ради экономических реформ да вот как ты видишь эти связи вот почему я не с ними очень коротко они не приглашают меня не слишком хорошо знают вот у меня там длинная история да и там они понимают что у меня есть там ценности принципа и которым я не готов ступиться в отличие от этого Хакамада есть вещи которым я не готов да то есть я ну вот я я черно называю черным я называю белым как у нас засчитается либеральный экономический блок вот слушай я на эту тему даже уже устал отвечать а чего они фиберально сделали вот почему они либеральны почему вы считаете что люди которые говорят что 2х24 межромагнитная стрелка компаса показывает на себя почему они либералы а вот те кто говорят что 2х25 они кто-то другие если посмотреть на в мире 220-230 стран если посмотреть на темпы инфляции ну как критерий макроэнергетической политики вот россия со своими темпами инфляции входит в последнюю четверть страх то есть у нас там инфляция там одна из самых высоких в мире да вот там последний четверть вот там низкая инфляция в странах диктаторских в Симбавве да которые там прошли через гибель инфляции там сейчас инфляция 1.2 процента экономический рост 2.4 да 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 вот поэтому вот просто ну как сказать здравая нормальная так макроэкономическая политика не является перри илья лидерализм а если либерализм является независимым права человека низкая роль государства в экономике там реальная пиатизация там снижение государственного регулирования снижение договор вот это всё можно назвать либерализм а скажи пожалуйста а что такого либерального вот сделал наши либеральные экономические дух но они не сделали очень многого антилиберального а это достаточно чтобы это достаточно для тебя чтобы сотрудничать я с ними со всеми хорошо знаком у меня с ними разные истории отношений кого-то я знаю 30 лет я знаю 15 лет да и там я никогда не отказываюсь от встречи с ними и там ну кое-кто из них до сих пор не отказывается встречаться со мной я ни о чем не прошу я с ним встречаюсь мне просто интересно ну не знаю там год назад я попросил у Игоря Шувалова со мной встретиться меня интересовала история Евразийского экономического союза мы полтора часа сидели просто разговаривали в кабинете я сказал Игорь ничего не буду просить мне от тебя ничего не надо мне нужна вот эта история вот этого периода времени расскажи потому что ты 11 моторов мы совершенно спокойно сидели разговаривали поэтому там когда если он меня там приглашает просит какой-то момент там не знаю там через помощь скажи что ты думаешь по этой теме ну конечно я его рассказываю да потому что ну я считаю что там Шувалов и там Дворкович и Умикаев и Ульнов и Симуанов ну они люди которые говорят что я считаю что дважды дважды четыре я считаю что там земля вращается вокруг солнца они наоборот да и поэтому ну то есть если они меня просят расскажи пожалуйста что ты думаешь по этой теме ну конечно я им рассказываю я не считаю что это признак либерализма да они ну вот я вообще считаю что конфликт или противопоставление силовиков и либералов это вот работало где-то до 2003 года там до дела а после этого там сам другой принцип кто не с нами тот против нас или ты становишься членом команды Кутина вот этой можно по-разному называть команда хуто публика клан как будет или ты живешь по тем правилам которые там есть включая там киндосов включая там Крым Наш ты можешь жить только по этим правилам и тогда ты с ними меня начиная с того что меня особо никогда не приглашали ну начинаю там я же автор 98 года то есть я виноват в 98 году кризис 98 года и потом когда там Путин пришел в власть ну вот еще там премьер-министр когда появился там в центр стратегических разработок когда писали программу ГРФ меня на первой операции пригласили а потом сказали спасибо до свидания что там вообще нельзя за одной столом сидеть а потом постепенно стал переходить там югусы дальше по списку там Крым Наш, Киндоса, Грузия теперь уже на объеме идеологических разногласий или политических разногласий большой но я даже не понимаю как там будет можно с ними а то бодренный Греб среди критиков 90-х нет почему критиков 90-х просто Владимир Ванч Путин в 98 году был председателем ФСБ да и у него было ну другое видение того что происходит в стране да то есть через призму вот этих спецслужб и я ну насколько я понимаю он достаточно большое время когда уже там стал премьером и стал президентом уделил мне там анализу кризиса что случилось что получилось да и там у него вот такая мешанина из двух вещей первое что это были вот люди которые там злонамеренно что-то делали и там соответственно все руководство центрального банка было отнесено к этой категории то есть вот все люди постояли там команда Тубинова все были уволены все прошли через уголовные дела всех вызывали там не по одному разу по всем ведомствам в Минфине никто ни за что не знает да и это вот одно вторая второй урок Путина в кризисе 90-х это то что в кризисе 98-го это то что там бюджетный дефицит это зло там госдолг это неправильно да вот такая твердая макроэкономическая политика почему так все поддерживает он почему поддерживает низкий дефицит сокращение дохода расходы бюджета ради стабильности это все наследие 98-го года мы примем чем в кризисе 97-го года потому что у нипсеверсов очень важно и поэтому когда видимо там ну и кудрин и греско как вы понимаете нехорошо Путина знают и там личное друзея когда я спросил по курту вот вот алексашев и виноват да и то есть на мне там все чего да то есть и все до сих пор да и в сих пор да что там а в 98-го-го года любой там А Кириленко не виноват, он не успел войти в кору. Минфин в 1998 года, Осьянов, Кудрин, Игнатьев, Фьюген, Задонов, это все в голосе Минфин. Они никто не виноват. За бюджетный кризис в 1998 года они отвечают. Это не проблема, это же во всех странах так бывает. Во всех странах в таких случаях всегда нужно найти политический виноват. И, как правило, политический виноват является Центральный банк. Это не какой-то личный лапит, это естественный исторический процесс. Кто не знает, на всяких случаях, Сергей Александрович был тогда первым замом председателя Центробанка. Да. А ты не готовил вступить на речь? Я готовил. Давай. А можно я лежать? Ну ладно. Ладно, чтобы вы вернулись с колесом сюда. Гук уходит в угол. Да, хорошо. Хорошо, давайте. Ну, вообще, сядь. Нет, нет. Присядьте, товарищ. Я всех лучше вижу. Давайте здесь приоткроем оттуда, чтобы... Ну, это вот, я не знаю. Есть люди, которые сидят и... Да, может, как расчет. Нет, только... А вы что здесь? Нет, давайте откроем оттуда. Хорошо. Попробуй. Я не знаю, кстати говоря, какую-то вступительную речь готовил. Потому что я объявил тему, которую мы с тобой согласовали. Это недоразвитие, ой, недоразвитие капитализма в России. Ну, мы решили... Это такая лекция Владимира Алексеевна. Ну, на самом деле, она не совсем так называлась. Потому что мы решили, что нужно как-то сделать пророкуционное название. И вот Виталий сказал, там, есть такая работа. Развитие капитализма в России. Да, вы чего не понимаете, чем я сказал? Давай, вот, перед этим в скобочках поставим не то, а дальше будут развитие капитализма в России. Про скобочки забыл. Получилось так. Почему? Я так поставил? А, про скобки нет. У меня в скобки почти полетние. Нет, на самом деле, смотрите, я точно-то там минут 20 постараюсь уложиться, да, чтобы вас... Я вообще больше не буду отвечать на вопросы. Но я хочу воспользоваться случаем. Ведь вот сейчас мы все... Ну, как, отмечаем, неправильно вспоминаем, 20 лет развал Советского Союза. Собственно говоря, 25 лет перехода от Советского Союза, вот куда-то дальше. И, собственно говоря, вот это вот недоразвитие капитализма, я как раз хотел поразбуждать немножко о том, вот 25 лет успеха и не удачи. Вот как оценивать эти прожившие 25 лет, что случилось, где мы, что мы... Потому что капитализм, это же не просто там, как сказать, Карл Макс что-то написал, вот мы прочитаем, там, Карл Макс, мам, что на бизнесе, его прочитаешь, мы поймешь такой капитализм. Вот, и, соответственно, я остался вспоминать, о чём, о чём, там, нам думали читалось, не знаю, о чём стояли задачи 3 года, вот там, 90-91 год, о чём мы хотели. Да, вот мы все там понимали, что Советский Союз в том виде, как он существовал, он исчезает. Да, там, единая страна, не единая страна. И вот какие-то такие основные направления реформ, это были следующие. Мы хотели, все точно понимали, что мы хотели перейти от плана экономики крыльчатой. Те, кто, ну, многие из вас не помнят, знаете, пустые магазины в 91-м году, да, и, в общем, стало понятно, что так же нельзя. Второе, что мы хотели, мы точно хотели уйти от той, того, что называлась коммунистической идеологией, ну, почему-то такому, как бы называть, как я не знаю, все евроатлантические ценности, да, или ценности западной цивилизации, ну, какие-то юмнистические. Мы точно хотели перейти от этого ментарного общества, ну, почему-то такому типу. Демократии, скажем, да. И мы, наверное, там, общее направление реформы, это вот какая-то такая, от того, что такой единый могучий Советский Союз, который, на самом деле, как-то, или тюрьмой народов, или вот такой вот, или коммунистическая империя, или империя зла, ну, построить нормальное государство, которое там будет на республиканских формах управления, где будут выборы, да, где будут федерации, где будут регионы представлены, где там будет местное, сильное место самоуправления. Вот эти вот были какие-то основные направления вектора реформ, да, и, собственно говоря, вот и чего у нас получилось? Ну, проще всего, казалось бы, с экономикой, да. Вот с экономикой точно у нас получилось. Вот можно как угодно корректировать там российскую экономику, можно говорить, что она коррумпированная, можно говорить, что у нас там министры либералы, а не не либералы, да, но вот, как ни странно, больше всего, казалось бы, сложнее всего перестроить там плановую экономику, казалось, что она перестроится очень быстро. Ровно потому, что есть один маленький триггер, в плановой экономике система равновесия достигается за счет решения бюрократов, которые решали, да, чего, сколько произвести, чего произвести, кому продать, какой ценник, сколько людей на них, какой зарплату заплатить. И вот все решили, посчитали на уравнение какое-то такое многомерное и получили равновесную систему. Она выяснила, что она существовать долго не может, а в рыночной экономике все проще. Есть один единственный фактор, который двигается, и система восстановится сама, это свободные цены. Вот выяснилось, что этот переход к свободным ценам был полезен, дико тяжелым, 1991-1992 год, раскачет инфляции, свободный курс рубля. Но, тем не менее, наша экономическая система, она работает равновесие. И вот опять, мы все помним, кто-то помнит, кто-то помнит у кризиса 2008 года, мы все помним у кризиса 2008 года, мы видим вот эту кризис 2014 года, 2015-2016 года, которые экономически, по большому счету, они все строились на одном и том же. Падение цены на нефть, и внешние шоки на российскую экономику были примерно одними и теми же по своей мощности. И мы видим, как экономика все легче и легче переживает эти шоки. То есть кризис 2008 года, там просто все развалилось. Кризис 2008 года, экономика упала на 10%, а в этом году все на 5%. То есть экономика за счет того, что в ней цены двигаются свободно, что в последнем кризису еще и после рубля перестали держать, вот она как-то сама находит равновесие, и даже устойчивость экономической системы критически важна. То есть вот этот переход, он состоялся. И мы можем говорить, что да, конечно, мы хотели, чтобы экономика была либеральной, мы хотели, чтобы роль государства снижалась, мы хотели, чтобы приватизацию проводили массовую, практически всю страну. Вот выясняется, что с 2005 по 2015 год доля государственной экономики с 35% выросла до 70%. То есть выясняется, что в какой-то момент у нас вот этот процесс герметизации прошел в обратную сторону. Но все это не отменяет того, что рыночная экономика в России существует, и на самом деле это сразу, я не знаю, забегая вперед, ответ, почему она не может улыбнуть. Рыночная экономика не может улыбнуть, потому что она доходит равновесие. Ей может быть очень плохо. Она может как-то сжаться под воздействием каких-то внутренних или внешних шоков. Но ругнуть она не может, потому что экономическая система в равновесии существует, как велосипед. Но если у нее есть какая-то скорость, то он едет и держится. Это, наверное, самая радостная часть этой трансформации, потому что все остальные, как вы понимаете, у нас особо такого активизма не вызывают. Казалось бы, мы там, да, очень быстро, еще в марте, в марте 90-го года, в главе нашей статьи о конфлициальной руководящей роли КПСС. Собственно, я уже в 91-м году про руководящую роль КПСС никто не вспоминал, и КПСС точно не была каким-то мотором государства, и коммунистическая идеология де-факто рассыпалась. И постепенно, вот с большим трудом, как там, и коммунистические ценности и права человека, где-то там, в середине первых десятилетий двухтысячных, мы начали разворачиваться назад. Там у нас и появилось, что опять усиление государства, у нас опять государство превыше всего, у нас опять воссоздалась, по сути дела, в полном объеме, может быть даже сильнее, ну, по крайней мере, внешнее проявление политической полиции, которая сейчас называется ФСБ, но точности совершенно в Советском Союзе внешних проявлений деятельности КГБ было гораздо меньше. И там людей, которые назывались «суженниками совести», диссиденты, которые сидели в тюрьмах, политически исключенные, было меньше. Вот сейчас, вот такое политическое давление на оппозицию, политическое давление, на самом деле, это же давление не на людей, которые замужляют государственные перевороты, не на бандистов-террористов, а на людей, о том, как могла бы устроена жизнь в стране. И вот этот резкий переход и усиление политической позиции, конечно, говорит о том, что мы как-то от коммунистической идеологии ушли, но вернулись к нашим исконным ценностям, которые не в какую-то матрицу всемирных ценностей не укладываются, очень сложно. То же самое получилось с трансформацией страны. Как Советский Союз рассыпался, это почти безболезненно, может быть, извлечение от предней строги, Абаха, каких-то таких районов, Грузии, Сарказии, Южной Осетии. Но вообще мирная страна разошлась, и казалось бы, есть 15 независимых государств, которые начали сами развиваться. Но и Россия в Конституции 1993 года была прописана, она называется Российская Федерация. Федерация. Опять я, я дилетант в истории, но я сам стал понимать, с удивлением обнаружил, что 7 мая 2000 года Владимир Путин стал президентом, прошёл эмиграцию, и не первым его решением, законопроектом Министерной Государственной Думы, был законопроект о том, чтобы он получил полномочия о снятии губернатора с должности. Это случилось в 2000 году. То есть вообще человек только что сел в кресло, и сразу же, первым своим решением, он начал вырушить основу федеративного государства. и на самом деле, по большому счёту, к концу правления Ельц, можно спорить, чем являлась Россия. То ли это была славная федерация, то ли это была сильная конфедерация. Но совершенно чётко это была страна, в которой власть, полномочия региона будет достаточно велики. Чего не было, к сожалению, что при Ельце мне сделать не удалось, это передать большие полномочия вниз на местное самоуправление. Потому что, если бы удалось какую-то власть деньги передать туда, то, конечно, ситуация могла бы, наверное, быть более устойчива. Но этого не случилось. И на самом деле пошёл процесс непонятно. В 2004 году, после Бесклана, президент получил полномочия не только снимать, но и обмену выборов губернаторов, и получился назначение, у меня была беседа с Волошиным. Я тоже порасспрашивал про эту всю историю. И на самом деле он мне сказал, что Путин, ещё в 2000 году, когда он получил право снятия губернаторов, он ещё тогда спрашивал, а не взять на меня сразу право и назначение. И вот тогда все отговаривали. Вот эта мысль, я бы сейчас перечитывал вот эти публичные заявления Путина, книжку пытались написать, в истории копается интересное, он же честно, много человек рассказывает интересного. И у него в 2000 году у Путина как раз есть тема, что вот там некоторые предлагают мне дать право ещё и назначать. Я считаю, что это неправильно. Волошин говорит, что он сам Путин вот эту идею продвигает. А потом, ну как у нас без питерских, извините, мало чего бывает, да, в середине 2000-х годов очередной питерский по фамилии Кутрин он на самом деле разрушил то, что называется бюджетный федерализм. Потому что в середине 90-х годов, я нехорошо себя хвалить, но я там в 94-м году, будучи в Минфине, я создал систему такого распределения доходов между федеральными бюджетами и бюджетными регионами, основанной на формуле. Когда была форма, согласованная со всеми регионами, и там вот каждый регион понимал, сколько он получит, и тогда распределение доходов между центрами и регионами было там 40 на 60. 40 шло в федеративный центр, федеральный центр, 60 шло в регион. Вот министр финансов Алексей Кутрин поменял это правило на 60 на 40, и вместо единой формулы, которая делила нам основную часть денег, которую федерация передавала в местные бюджеты, он ввел 78 видов дотаций при 83 регионах. Вы понимаете, это будет простор для административного выкручивания рух. То есть когда Минфин может выкрутить рух любому губернатору, любой губернатор зависит от федерального Минфина с точки зрения получения денег. Ну, собственно говоря, вот так нас и федерацию разрушили. Ну и, в общем, как получилось, подводя итоги этих 25 лет, нам такого большого оптимизма не испытываем. И месяц назад в Варшаве проходила конференция, то же самое, посвященная вот этому 25-летию переходов, и сравнивали и Россию, страны, и страны Восточной Европы, и все, кто шли по этому пути. И выясняется, что сегодня нужно достаточно четко разделить вот эту вот страну, там, скажем, СССР, бывшей Восточной Европы, бывшей социалистического лагеря, ну, на две, скажем так, на три группы. Первая группа – это лидера, это те, кто уверенно вошли в Европейский Союз, это страны Прибаловские, Польша, Чехия, Словакия, Словения, и вся страна, и Венгрия при всех проблемах. Вот есть страны, которые находятся в разной стадии переходного периода, по каким-то причинам туда еще не дошли, Болгария, Румыния, Молдавия, Молдова, Грузия, Украина. А есть страны, которые как-то застряли, и по большому счету, но, если сказать, вектор 2000-х год, при Борисе Ельцине я точно понимаю, что это была начальная точка, конец 1991 года, и были вот этих пять, или сколько они, четыре назвал, составляющих вектора движения России до 1999-го. Вот Россия двигалась по этому правлению. И это, вектора мы идем, рыночная экономика, движемся, продолжаем туда двигаться, хотя с проблемами, а у нас вектора шарахания. И получается, что Россия застряла в этом переходном пространстве, когда-то все равно нужно будет идти. Вот эти все векторы, когда-то нужно будет пройти. В этом направлении нам все равно предстоит двигаться. И это, собственно, когда я говорю, а метро развития авторизма в России, то выясняется, что за эту четверть века мы вот для своей страны, для нашей страны направление движения не задали. Придется вставать. А не знаю, я остановлюсь. Накопились вопросы. Уже? Конечно. Да, первый вопрос. Он такой. Это касается осени 91-го года. Ну и для реализации цен с 1 января 92-го года. Просто осенью 91-го года так получилось, что в группе еще нескольких человек мы работали с тогдашним правительством, с Егором Гайдаром, к которому я отношусь с огромным уважением, но проводили с этим правительством деловую игру, только не смейте, это вообще сейчас трудно себе представить, этическая составляющая либерализации цен. Все там, все правительство целиком их заставили всех участвовать в этой деловой игре. И на что я обратил внимание, собственно, я запомнил с тех пор, Егор был единственным, пожалуй, всем было достаточно безразлично, а он был очень недоволен тем, что он не отнимает время на ненужное. Это я к тому, что при вот том переходе, о котором ты говоришь, да, мне кажется, что, во-первых, какие ты вообще ошибки видишь, если они были, потому что нас же все только изжаждут, да, чтобы сказать, что все было неправильно. И в частности, вот то, на что я, во всяком случае, обратил внимание, что это был очень такой технократический переход, без учета, ну, этическая составляющая, это слишком громко сказано, да, но без учета неких, таких человеческих, что ли, фактов. Хотел бы я, чтобы ты остался на месте его руководителя. Ну, это я, да. Нет, ну так, просто, да. Ведь, давайте говорить честно, к ноябрю 1991 года Советского Союза не было. Советский Союз развалился в августе 1991 года, после того, как путь закончился. Потому что, да, президент Советского Союза оставался, при этом правительства Советского Союза нету. Вместо правительства Министров СССР был КамАПУП, Комитет по оперативному управлению экономикой. Он так назывался КамАПУП. Вот. Парламент Верховный Совет СССР сам распустился в начале сентября. Союзные министерства не работали. Там, цитата ПСС, он там разогнался, да. То есть, фактически страны не было. Вот, что, что бы мы ни говорили, да, там. Да, там ПССР, Николай Горбачев, шел в отставку, там, 24-25 декабря 1931 года, и Главежское соглашение фактически, там, 5 декабря, но, на самом деле, уже в ноябре страны не было. И, по большому счету, вот, задача, которая стояла, там, многие, там, не перед Гельцем, не перед Гайданом, не был Парковичем построить страну, при том, что у тебя нет строительных материалов, при том, что от прошлой страны ты ничего не можешь взять в наследство. Там, начиная от того, что у тебя нет границ, ну, просто нет границ, у тебя много же границ, как название в России. И кончая тем, что у Советского Союза не было ни одного куска законодательства, которое можно было бы использовать дальше. Зачастую у Советского Союза вообще не было законодательства. Многие вопросы. Поэтому, знаешь, как я понимаю, когда он говорит, я не хотел тратить время только на всю эту, извините их, на этические составляющие. Дальше. Я не считаю, я не считаю, что не было ошибок. Я не считаю, что было ошибок. Классическая, классическая, в тот момент, на 91-й год, классические составляющие экономических реформ, они были в следующем. Ну, собственно, там и программа «500 дней», об этом была, и кольская реформа, вот там, Бальцеровича, это было следующее. Первое, что нужно было сделать, нужно было провести макроэкономическую стабилизацию. То есть вот из уже неравновесного состояния советской экономики, ее нужно было перейти в рыночную и равновесную, и погасить инфляцию, и перейти к свободным центрам, и перейти к свободному курсу эмоциональной валюты. Вот в программе «500 дней» мы на это дело отводили 100 дней. Так что за первые 100 дней принимаются все решения, и там где-то по 200-му, например, в середине этого срока достигается стабилизация. Реформа Бальцеровича в Польше показала, что она требуется 6 месяцев. В Польше низкая инфляция, ниже 10% в год, была достигнута через полгода. В России эта инфляция в первый раз ниже 10% годовых, она опустилась за период с 1 июля 1997 по 1 июля 1998. А потом в следующий раз она опустилась уже где-то в году 2011. То есть на самом деле то, что Польша сделала за 6 месяцев, в России это понадобится 20 лет. И сейчас, на самом деле на прошлом году была инфляция компаний, но до сих пор не лишены задачи макроэкономической стабилизации. А с точки зрения экономических реформ это как предстоятельство из дома построить фундамент. Вот если у тебя нет фундамента, какой у тебя замечательный проект дальше не было, у тебя дом стоять не будет. Это первое состав. И вот здесь у меня нет ответа на этот вопрос, я хочу поспрашивать участников, кто хорошо знал Егора Байдара, и кто бы в Кубке понимает решение, потому что получилась странная ситуация, что вот проведение в любой стране, макроэкономической стабилизации 2 же 24. Опять Земвара, Венера, в любые страны много стран. Все 200 стран проводили рано или поздно эту программу. Их вкладана стандартными методами проводится. Но ее нельзя провести, если с тобой не работает министр финансов или центральный факт. В правительстве Егора Байдара реформаторы не контролировали ни министерство финансов, ни центральный факт. Ну, слушай. А кто Минфинит? Давай вспомним. А не Андрей? Нет, не так. Не так. Во-первых, было объединенное министерство финансовое или экономики финансовое. Объединение двух министерств, это вообще всегда головная работа. И тут его объединили в самом, что называется неподходящем. Во-первых, там были советские министерства, там были российские министерства. Нужно было соединить российское с советским, и более квалифицированные патры были в советских министерствах. А верхушку нужно было взять из российских. Значит, нужно было взять, пересадить, объединить сначала советское с российским министерством, а еще при этом параллельно объединить министерство экономики и госплан, министерство финансов. Ну, то есть вот можно даже в спокойной ситуации в нетривиальной задаче. Значит, вот я начал делать там в ноябре 91-го года. При этом министром экономики и финансов был Егор Гайдар. А одновременно с этим он был первым вице-премьером, и одновременно с этим он был испанящим опять-таки премьер-министром. Потому что Борис Николаевич был, и он был формально взял на себя. Ну, я ему очень хорошо отношусь. Ну, просто невозможно все это делать. И, соответственно, дальше в министерстве, экономики, первым замом Егора был Андрей Нечаев, а в министерстве финансов, первым замом Егора был Василий Борчук, руководитель бюджетного департамента Министерства финансов в Советском Союзе. Ну, точно совершенно, я Василий Васильевич знаю хорошо, да, и там все понимаем, но точно он не был реформирован. Вот, да? Соответственно, в центральной банке сидел, как можно сказать? Нет, не геройщик. Ой, слушайте, там Варёва, да? Нет, 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 странный этот чувак, улетела фамилия, да? Ну, как? Улетела фамилия, да? Ну, как? Улетела фамилия, да? Ну, и кто у нас историк? И он, знаешь, Георгий Иванович Мачухин. Вот так поздно. Вот кто-нибудь спорит эту фамилию сейчас? Да нет, конечно, да? А после этого, после того, как Мачухина сняли, летом, 92-го года, когда там уже там вообще все пошло в разницу, когда Геройщенко, который тоже не был реформатором, который тоже не считал, что нужна макроэкономическая стабилизация, он считал, что нужна реальный сектор экономики. Чем он занимался? Вот, поэтому получается так, что вот макроэкономическая стабилизация, которая вообще должна была быть основой основ, да, вот ее, ну, к большому счету, в правительстве точно не было реформаторов, кто за нее отвечал. При том, что это надо было делать. Это вторая большая ошибка была, как мы сейчас понимаем, при том, что в правительстве Гайдара и Ельцин Гайдара было большое представительство экономистов, да, и они, ну, люди, которые отвечали за все эти экономические реформы, и они считались этих наоборотами. Объяснилось, что на длинном горизонте, на горизонте 25-ти лет, нужны очень важные политические реформы. Судебная, реформа КГП, реформа политической системы. А позиция реформатора в тот момент была, что мы не будем создавать свою политическую партию. Да, что мы будем, ну, вот, гельзин наше все, и мы будем опираться на его политический авторитет. И выяснилось, что так не работает, выяснилось, что так не работает, что быстрые реформы не получились, и а дальше составляющие реформы макроэкономической стабилизации, климатизация, ненсациональная, из структурных реформы. Выяснилось, что делать приватизацию, этические основы, этические интересы, как защищались страны, через приватизацию, приватизация для всех равная. И делать в этой ситуации было крайне сложно. Я считаю, что вот эти две большие ошибки. Первое, что не было людей, которые отвечали за матроэкономическую стабилизацию. А второе, это было осознанное решение, если почитать интервью Гайдар и все эти люди, они осознанно говорили, что мы не пойдем в политику, мы не хотим этого делать, мы бы там такое политическое правительство технократов. Объясненность, что вот ребята, правительство технократов, вы ушли, вместо вас пришли другие. Без политической поддержки реформы сделать нельзя. Вот то, что я назвал хренью, грубо, я понимаю, но не это мне породило то, мягко скажем, негативное отношение к 90-м годам и к либералам, к реформаторам и так далее и тому подобное. Это полное игнорирование вот того, что назвал хренью. И не учет, как бы, таких вот просто элементарных совершенно человеческих потребностей, реакций и так далее. Виталий, вот... Это вопрос, я скажу, ты не закроешь диреканские сети после неаккуратного вопроса? Нет, ну не бывает, не бывает, я задал вопрос, подожди, хотя не я. Не бывает так, не бывает так, да, чтобы, там, перестраивая страну, ну и строя страну, вообще не было никаких ошибок. Ну, подожди, подожди, значит, для того, чтобы учитывать интересы населения, да, или там, вот там, социальные аспекты, нужно, чтобы и кто-то представлял, чтобы кто-то защищен, да. И, вот, в том правительстве, которое возникло в ноябре 91-го года, не было таких людей. Не было таких людей. Ну, если и не было. И, при всех, на самом деле, там, было большое количество популистов в Верховном Совете, мы говорили с Возболадом, да, и, собственно говоря, вот эта повышенная партизация и нас ответа на давление популистов. С точки зрения, там, технологии приоритетизации не самая удачная, не самая удачная. Ну, Майла Александровна была у нас министром социальной защиты. Она позднее была. А тогда Шохин был. Тогда, наверное, был Шохин. Миссар Турдаец. Да, да, да. Вот, и, по большому счету, ты знаешь, вот, я сейчас попробую найти сравнение. Вот ты ведешь машину. Ну, ты умеешь водить машину, надеюсь, да? Вот ты ведешь машину и едешь по полной дороге. Отлично, замечательно. Вот едешь по какой-нибудь очень сложной трассе, по полной дороге, да, и в этот момент у тебя пробивают три колеса из четырех, у тебя отказывает двигатель, у тебя принят руль, и ты начинаешь, вот, у тебя задача удержать. Так вот, вот, удержать. И тут пассажир, сидящий на заднем сиденье, говорит, слушай, у меня здесь пепельница не открывается, я курю, мне пепел не буду. Слушай, водитель, помоги. Да, то есть я к тому, что вот у любого человека, а тем более у политиков, всегда есть система приоритетов. Да, и ты всегда должен чем-то жертвовать, ты всегда должен выбрать что-то важное, наиболее важное. Ты не можешь, ты не можешь все задачи рассчитать одновременно. Вот, я думаю, что в тот момент, ну, я примерно представляю, да, что там происходило. Вот в ноябре, там, девяносто первого года, там, этические вопросы либерализации цен, это был вопрос о пепельницах на заднем сиденье. Сейчас ты понимаешь? Подожди, подожди. Значит, вот, к ноябре девяносто первого года, к ноябре девяносто первого года, с либерализацией цен, российское правительство, советское правительство опоздало год на полтора. Да, и каждый день, каждый день задержки, он вот этот вот будущий инфляционный скачок только усиливал. Да, и вот чем дольше ты ждал, чем дольше ты откладывал этот момент, и самым, вот, ну, самым антисоциальным решением, каким только могло быть, это отложить либерализацию цен еще на неделю, еще на месяц, еще на год, да. То есть вот это была самая большая ошибка, собственно, та ошибка, которую сделал Горбачев, который как-то не решился, не смог преодолить, то есть он отказался, не гонить свободу цену. Вот, поэтому я не хочу никого защищать, но в ноябре девяносто первого года, когда, по большому счету, в крупных городах, в городах-миллионниках, там, соседей, в полной или в городе, в полной человек, в шаре, в полной ничего, просто не было где ты, да, и ты понимал, что у тебя нет никаких административных рычагов, снабдить Москву продовольствием, снабдить Питер продовольствием, Екатеринбург продовольствием, у тебя нет ничего, у тебя нет денег, чтобы его купить, да, и ты понимаешь, что единственный механизм, который в этой ситуации может работать, это свободная цена, и указ о свободе торговли, то есть, когда ты разрешаешь экономике найти равномерсия, и вот здесь не до этических аспектов, извини, пожалуйста, да? Хорошо, тогда такой вопрос, а либерализация цен могла все-таки произойти с некой такой подушкой безопасности? А что это такое? Я не знаю, вы экономисты должны знать, что-то проложить, какой-то можно мат? Да, можно было, отвечаю, можно было, если бы либерализацию цен... Если бы либерализацию цен провели в середине 90-го года, то последствия были бы намного более легкие, и она была бы намного более спокойной, и пережили бы намного легче. А если бы одновременно с либерализацией, которые начали, скажем, с 1 сентября 90-го года, по главе Бумфина и Центрального банка поставили людей, которые отвечали за нормальную, меняемую макроэкономическую экономическую сцену и макроэкономическая стабилизация, то у нас бы вот этот вот период, который по большому счету растянулся на 20 лет, у нас до сих пор население, там во всех социологических опросах проблемы высокого роста цен ставят на первое место. Ну, и так, вот он, вот он, вот какие этические, вот этические аспекты у нас уже... Мы в 2000-х годах мы проели... Но этический аспект, это социальный аспект. Мы 2 триллиона нефти долларов проели, 2 триллиона нефти долларов проели, раздавая деньги населению, и мы не погасили инфляцию. Этический аспект либерализации цен состоит в том, чтобы погасить инфляцию как можно быстрее, чтобы население как можно меньше времени страдало. Я не знаю, там, те, кто из вас там ходят в походы или ходили в походы. Вот расстояние мерится не километрами, а расстояние мерится времени, которое тратишь на переход. Либерализация цен, чем быстрее ты делаешь, тем легче она переносится. Поэтому единственное, что можно было сделать с точки зрения этических аспектов, сделать ее быстро. А ее растянули во время... Ну, смотри, я с Егором достаточно часто беседовал, мы довольно много там говорили на все эти темы, и он, конечно, ну это, не только мне, он всем говорил, это он публично говорил, он понимал, что он комикадс, да, он понимал, что он себя как бы на сожжение, да, фактически обрек. Но вопрос такой, ведь не он, никто не подозревал, что тем самым фактически комикадс стала вообще либеральной идеей, потому что, извините, в нашей стране, да. Откуда вот эта сейчас нынешняя ненависть и к 90-м, и к Гайдару, и к либералам вообще, и к той пятой колонии, куда тебя записали? Ну, слушай, вот, подожди, значит, я считаю, что ненависть к либералам, она у нас, а тут же откуда ненависть к Грузии, к Украине и к Америке, и с телевизора. Ну, и с телевизора. И достаточно посмотреть на эти графики Левада-центра, которые дают там отношения российского населения к вот этим трем странам, и ты очень хорошо видишь, как только мы воем с Грузией, у нас Грузия там противник номер один, и рейтинг не на ненависти Грузии поднимается в 80%. Как только война заканчивается, там за год до войны, или через год после войны, плюс 25-30% отношения к Грузии. Вот как только телевизор прекращает говорить о Грузии, или об Украине, или об Америке, у нас тут же, вот все становится населением, но как тут, если на него телевизор не таят, как с Турцией. Ну, да, ну просто на Турции не успели, там не успела даже отреагировать это, радиограмма. Вот, поэтому в этом отношении ненависть, она отсюда. Ненависть идет от того, что политическая, ну вот, классическим инструментом для любого политика, который приходит к власти, что это первый, там, не знаю, первый год, он должен наугадить своего предшественника. Вот у Владимира Леонидовича это период засунулся на 17 лет. Он в корне вот всех проблем, да и чуть что, он говорит, у нас вот виноваты во всем там путы и 90-е годы, и их 90-е годы. Ну, просто человек вот такой вот, там, он никак не может созреть, но при этом надо отдать должное, он, как бы, он соблюл все по отношению к Ельцину, да, все... Да, это вообще из другой истории. Это, там, просто он хочет, чтобы к нему относиться точно так же. Потому что он тогда думал, что он тоже когда-то перестанет быть президентом, да, и что к нему относится так же, как к Ненусу Борису Николаевичу. Вот, сейчас, про Егора, последнее, и про Егора. Я думаю, что на самом деле в этом состояла одна из самых больших ошибок Егора, что он изначально назвал себя комминкацией, и относился к своей работе, как комминкацией. Комминкацией – это смирник. Вот Борису Николаевич к своей работе так и не относился. Вот он не был комминкацией. Борису Николаевич понимал, при том, что он, в общем, там, в правительстве, в первом правительстве просидел недолго, там, чуть больше года, но потом вернулся там представитель нацбанка. И до сих пор играет активную роль в польской политике, хотя никаких постов не занимает. Вот, мне кажется, что это была самая большая ошибка, но она связана с тем, что вот если ты становишься премьер-министром и не участвуешь в политическом процессе, то это ты действительно технократ, а технократические правительства имеют очень короткий срок жизни. Ну, можно называть себя комминкацией. Но это, а не связанные вещи, да? Как только ты, это оборотная сторона той же самой медали. Ты говоришь, я не буду в политике, хотя потом Егор стал создавать партию, для того, что там пришла в прошлом из столица после событий 1993 года. Так, но это уже было поздно. Это уже было поздно, потому что в тот момент, там, костяк политической, не знаю, там, системы сформировался. Вот, я думаю, что это просто одно и то. Он сделал это вот, я считаю, что это была большая ошибка. Я ее сразу так назвал. Ну, и перед тем, как передать слово залу, который там, тоже там вопросы накопили, еще последний, наверное, мой вопрос по поводу ошибок, а то и преступлений, как многие сейчас считают. Это, конечно, должно объяснить нам все залоговые аукционы и приватизацию. Найдите кого-нибудь из Питера, кто может все это объяснит. Слушайте, они лучше знают. Значит, давайте так, мое отношение... Ну, хорошо, нет, нет, мое отношение к приватизации. В Советском Союзе не было даже государственной собственности. В Советском Союзе была общенародная собственность. Общенародная. То есть, это принадлежало всем. Да? То есть, никому. Потому что у Советского Союза, вы только не смеетесь, у него не было никакого реестра собственности. Что государству принадлежит вернидаж, русский музей, кировский завод, российский никель. Не было. Не было. Не было реестра собственности. И тем более же непонятно, кто этим всем управлял. То есть, он просто не существовал? Да. Его просто не существовало. Фонд государственного имущества Советского Союза был создан в мае 1991 года. Он даже не успел ничего сделать. Вот еще раз. Вы приходите. А деньги давал просто госплан, он взвал. Да не госплан, а министерство. Да. Где-то были отраслевые союзные министерства, где были отраслевые республиканские министерства, где были местные областполкомы, и у каждого там был свой список. Но вот ретиного просто даже реестра собственности не было. И вообще говоря, вот приватизация, то есть, это сделать так, чтобы у каждого объекта собственности был свой собственник. Мне не важно, как он называется. Где-то он называется, Российская Федерация, где-то он называется, не знаю, там, Владимир Потанин, где-то он называется, Иван Иванов, и так далее. Где-то Вася Сидоров. Но вот вообще, варя приватизация, это об этом. Чтобы у всей собственности появились собственники. Дальше, это первое. И это было сделано. На самом деле, до сих пор продолжается, тоже не до конца. Еще есть огромное количество объектов федеральной собственности, которые никак не сдокументированы, и каждый раз, когда имущество выходит с программы своей деятельности в правительство на очередной три года, там каким-то серединным пунктом, мы продолжаем монетаризацию объектов федерального имущества. То есть это означает, что мы даже титул собственности не присвоили. Дальше. Не надо захватить, что в ходе приватизации жители городов получили бесплатное жилье. Не надо захватить, я заплатил за свою квартиру 15 рублей, а сейчас я с женой, я 15 рублей, а она 15 рублей. И вот за эти две года там, а это было каком-то 93, наверное, там где-то отстроили не деньги. И вот у нас там подавляющееся число, там каждый получил разное жилье. Кто-то получил, ну как всегда у нас любят говорить, там 5-й квартиру на Тверской, улица города Москвы, да, там в первом доме от Кремля. А кто-то получил там, не знаю, извините, Мухасранске, да, вот там, не знаю, развалил их, ну получили. И вот как мы к этому относимся? Нормально? Или будем изделить? Или вот к этому надо относиться плохо, да? Поэтому были вещи, которые изменить нельзя. Нужно было сделать там, ну там в программе 500 дней писать поход сложную технологическую структуру, как там, например, очередь на жилье перевести. Ну как? Чем будет человек не кабель на жилье, да? Вот кто-то получил квартиру, не знаю, там, 31 декабря 1991 года, а чья-то очередь должна была успеть 5 января 1992, он уже ее не получил, да? Вот это вопрос этической гримитизации, справедливости, да? Вот есть огромное количество вопросов, которые говорить нельзя. Далее. Вот, собственно говоря, по этому приватизацию она нашла вот так. Залоговых аукционов. По большому счету залоговых аукционов было, ну, не дай бог, на памяти собрать, ну не больше 15 штук, максимум 20, крупных. То есть это очень маленькая часть приватизации. Вообще говоря, очень маленькая часть приватизации. Она прошла некрасиво. Она прошла по тем законам, да, которые существовали в Российской Федерации на тот момент времени. И никаких нарушений законов в этом не было, да? Самая большая проблема существовала в том, что для того, чтобы поучаствовать в залоговых аукционов, то есть это приватизация Минфин тем или иным способом дал тем ребятам, которые купали эти активы, деньги, чтобы они не слили в этот план. Вот, собственно говоря, в чем состоялась здесь некрасиво. Но скажите, пожалуйста, у нас огромное количество предприятий, гораздо больше, чем вообще даже по барочерам, приватизировалось через, ну, по-моему, называлась там вторая или третья форма приватизации, через то, что собственность раздавалась в пору трудовым коллективам, а в этих трудовых коллективах директор создавал такую систему, что через полгода вся собственность, там, не знаю, там, контрольный пакет оказалась у директора. Это лучше или хуже, чем в залогу этого слова? Скажите, пожалуйста, вот у нас, вы возьмите, опять, назван персонал. Магнитка, Северсталь, Новолитовский комбинат, Рашников, Мараташов, Лисин. У каждого из них 75% плюс от крупнейших столетийных комбинатов страны. Там не было залогово-хаупсонов. Там даже в Валчер, там ничего не было, там все раздавалось трудовому коллективу. Где-то Валчер, но там 50% плюс раздавалось трудовому коллективу. И тем не менее на всех этих трех предприятиях там образовался контрольный пакет, причем с таким хорошим запасом, там чуть ли не 100%, они потом все их на бирже размещали в кусочке. Вот к этому как относиться? Это лучше или хуже, чем в залогово-хаупсонов? А это хуже или лучше, чем в трудовых коллективах? Сейчас я тебе скажу. Это вопрос о том, что... Сейчас я просто... Приватизация, перераспределение собственности, оно никогда не бывает честным. И оно никогда не бывает поровным. Первые Валчеры в мире известные появились в начале 17 века, когда Англия шла воевать Ирландию. И у Кропеля, как всегда, в таких случаях не было денег на то, чтобы платить армию. Вот для того, чтобы как-то стимулировать войско, за полгода на начало военных действий всей армии были розданы Валчера на кусочек Ирландской земли. За две недели до начала военных действий 90% фаучеров сосредоточилась у семи семей кубийских. Слушайте, ну вот эта история человеческая природа, она одинаковая. К сожалению, ничего лучшего не бывает. Это как с демократией. Демократия огромное количество недостатов. Так же с приватизацией. Вот она прошла. Она прошла ничего несправедливо, неравномерно. Кто-то выиграл. Ну, проиграть нельзя назвать, потому что в ходе приватизации ни у кого ничего не отнимали. Значит, кто-то выиграл больше, кто-то выиграл меньше, кто-то не получил ничего. Ну, вот в чем состоит несправедливая приватизация. Но каким бы, во всех странах Восточной группы, везде, где проходили приватизации, везде лежат один тоже социальное недовольство. То, что не получается сделать, чтобы всем было не так хорошо. Поэтому моё отношение такое, что залогового аукциона некрасиво, но криминала там не было. То есть там нельзя сказать, что люди сделали с хорошением законов. Но, по большому счету, и помимо залоговых аукционов по истории российской приватизации, много интересных первых пятен, начиная от того, последняя фраза, что правительство или русское имущество, здесь идиотнипитерское, никогда не отчитывалось, сколько волчеров было выдано и сколько волчеров было задано. Ну, нет такого отчета. Вот нету, и всё. Вот, например, я в то время там сидел вот там заседание правительства, и сдал регулярно при отчете. Спросить туда, что отчета приватилась в два вопроса. Первый, сколько волчеров вы выдали, и сколько волчеров вы получили. В ответ молчали. Мы продолжаем работать. Ну, вот закончились два и три. Вот, вот, вот уже и там, уже все забыли. У себя волчерная приватизация закончилась в 20-м году. А я в 20-м году буду задать вопрос ответить не могу. Поэтому вопросы приватизации больше чем ответить, это правда. Так, самые настойчивые там женщины... Это я, уважаемые господа. Значит, я прошу прощения, но мой вопрос созрел вот на стадии определения Зимбабве. Значит, когда я училась в институте, и нам математику читал совершенно великолепный человек, Александр Ефимович Гельман. И он на теме дифференциального уравнения говорил нам, с точки зрения математика, человек без парашюта, и с парашютом падает с самолета одинаково, с раскрывшимся и не с раскрывшимся. У них просто разные коэффициенты дифференциальных уравнений. Вот если мы будем говорить вот об этом, разные математические описания у Зимбабве и у России. К сожалению, значит, у нас, я не знаю, существует ли в настоящее время институт проблем управления. Я занималась теорией управления в свое время. И поэтому у меня душа болела, и я пришла сегодня. Дело все в том, что, к сожалению, у нас во все время во всей власти один только представитель этого института проблем управления, это Борис Абрамович Белезовский, он присутствовал и сыграл совсем не ту роль, которую надо было бы сыграть. А каждый специалист по теории систем, он знает, что если мы хотим перевести систему из одного состояния в другое, это одна задача. А если мы хотим систему стабилизировать, это совершенно другая задача, и на нее нужны другие ресурсы. Так вот, если мы переводим систему из одного состояния в другое, мы должны с вами определиться, что мы хотим видеть. Это, как правило, интегральный критерий, потому что цель длинная. И вот этот интегральный критерий, когда мы его сформулируем, мы после этого разобьем, может быть, наугебраические критерии, такие, которые будут уже тактическими на короткие промежутки времени. И вот этот краткий критерий, он должен учитывать развитие всех наших ресурсов, наши начальные условия в итоге, значение всех коэффициентов, которые мы имеем. Так вот, до сих пор мы не знаем, куда идет наша страна. Вот лично у меня, как у человека, который занимался теорией системы, возникает вопрос, а с какого момента мы потеряем себя, и мы не сможем прийти к тому, о чем мы когда-то мечтали? Дело все в том, что одними из коренных сбой любой системы управления является управляемость наблюдателя. Наша страна большая, не говоря уже о часовых поясах и обо всем остальном. И вот, сейчас, одну секундочку, да. Сейчас. Когда были образованы территориальные округа, тогда сказалось, что вы должны... Вот у меня такой вопрос. Как вы видите будущее нашей страны? Сможете ли вы дать определение капитализма, на основании которого можно построить этот интегральный комитет? Как вы там же говорили? Серёв, давай, отвечайте. Давайте, давайте, давайте. Мы это кто? Вот мы с вами, там, вот мы всегда научим, это одно. Но нам с ним, я думаю, мы с ним быстро договоримся. Хотя, сейчас, ну подождите, вы задали вопрос, да? Да, да. Вот, соответственно, мы с ним быстро договоримся, может, за исключение этических вопросов. Вот здесь у нас будет разногласия. Значит, мы, в смысле, мы сидящие в этом зале, это другая история. Мы, это жители Санкт-Петербурга, и временно сюда приехавшая, третья история. А мы, это, не знаю, там, все, кто живёт на территории России, федерации, третья история. А те, кто сидят в Кремлере, четвёртая история. Вопрос «мы» — это непонятен. Вот, значит, я повторюсь, я считаю, что историческим направлением, историческим вектором, объективным для России, является движение вот в сторону тех, как… Это многомерный вектор, он не плоскостной, да, и очень не одномерный, да? То есть это и рыночная экономика, это и евроатлантические или западные ценности, это федеративное государство, республиканское формоустройство, это демократия. Вот эти четыре составляющие того вектора движения, которое объективно должно быть в Российской Федерации. «По-другому, наверное, можно, но я пока не слышал ни у одного и другого человека, у наших политиков, четкого формулирования вектора. И вы в этой первой части вопроса как определить цель. Вот я её определяю так. Мне кажется, что Россия, проведя 300 лет точно совершенно в составе Европы, она включила роль, впитав в себя многое и культурного, и интеллектуального, она спала, может быть, не центром европейской жизни, но точно были участниками, активными участниками всех европейских процессов. И, по большому счёту, до недавнего времени мы себя от Европы не сильно отделяли. Мы считали, что Россия часть Европы с гордостью, я думаю, ну да, географически точно совершенно. И поэтому я думаю, что когда мы говорим о нашем векторе движения, то ничем не отличается от векторов движения Польши, Литвы, Прибалтики, Германии, Франции, Норвегии, Америки, Канады. Вот мы все куда-то туда идём. При этом у каждого чуть-чуть своя траектория движения. Кто-то там вектор этических проблем стреляет в одну сторону, кто-то там на социальных проблем в другую сторону смотрит, но тем не менее все движутся туда. А вторая часть вопроса вашего Европы – это куда идёт наша страна по факту. Мне кажется, что по факту, начиная с каждого последних десять лет, мы никуда не идём. Вот есть в самом физике такое понятие Громовское движение. Так когда каждый момент времени куда-то что-то происходит, какое-то движение, а никакого вектора нет. И вот мне кажется, что у нас сейчас, в последние десять лет, у России такое состояние, что нет вектора движения. Не знаю, что у нас ничего не происходит. У нас постоянно что-то происходит. У нас постоянно происходят какие-то процессы. Но вектора, чтобы даже не то, что на уровне слов, да, вот там, ну хорошо, там, ну может, там, знаете, как у нас, у нашего президента, ну вот, как он говорит, я хочу, чтобы Россия была там богатой и здоровой. То есть замечательное желание, такое видение, да? Как туда попасть, не знаю. Вот. Ну это ладно, но бывает так, что там, ну там, я не боюсь сейчас и я имею в виду, бывает так, что человек не всегда может там внятно изложить свои вопросы, да? Но я же смотрю на то, что делается. Так, когда я говорю, что я не вижу в России вектора движения, я оцениваю то, что происходит. Я оцениваю не слова, а дела. Да, я ни на уровне слов не слышу этого вектора, ни на уровне дел его не вижу. И поэтому вот ответ на ваш вопрос, а мы никуда не движемся, мы стоим на месте. Ну, по большому счету, мы стоим на историческом мире, одно и то же месте. И тогда означает, что мы отстаем у нас всего остального вектора все больше и больше. Спасибо вам. Еще вопрос. Пожалуйста. По поводу вектора. Вы сказали, что доля государства 70 процентов. Ваш прогноз, будет эта доля увеличиваться? До какой величины? В течение какого времени? Ну, знаете, если Владимир Владимирович был я, я сказал, что каждый частный бизнесмен – это не пойманый жулик. Вообще говоря, социально ответственный бизнесмен – это тот, кого я, как Владимир Владимирович, могу себе пригласить и сказать ему, слушай, Иван Иванович, там вот есть проблема, выделить денег. Давай мы ее и решим. И социально ответственный бизнесмен немедленно выделяет затребованное количество денег на решение проблем. Вот это социально ответственный бизнесмен и это бизнесмен, с которым я могу построить нормальные доверительные отношения к государству и бизнесу. А что такое малый бизнес? Не пойманый жуев. Ну правда же. Просто его еще не поймали, до него руки не дошли. Поэтому я сказал так, что вектор движения, к сожалению, будет в сторону наращивания его собственности, но скорость резко замедлилится. Потому что там уже дальше тяжело, потому что на уровень малого бизнеса сюда очень тяжело дотянуться. Там будет уровень бюрократических барьеров, а не собственности. Ваше видение банков за последний год наше и действия Центрального банка за последнее время оцените. За последнее время, за 25 лет. 25 дней назад в Советском Союзе вообще не было банков. За последнее время не надо 25 лет. Просто, чтобы вы понимали, что всегда есть с чем сравнивать. И надо сказать, что банки, при том, что доля государства в банковском секторе безумно велика, она может быть не 70%, но точно за 60%, в банках все-таки там конкуренция присутствует. И банковский сектор, по большому счету, в России возник на основе частной инициативы. Поэтому, в принципе, банки – это то, что появилось там. Точно скажу, не потому что государство это захотело. Дальше – это первый тезис. Второй тезис. Банки – это посредники, чтобы вы понимали. Это посредники между теми агентами и людей предприятий, у кого есть деньги, и теми агентами и людей предприятий, кому деньги нужны. То есть банки в любой системе, в любой стране берут деньги у одних и дают деньги другим. Это вот в этом состоит. Они посредники. Они реагируют на ту ситуацию, которая есть в экономике. И, соответственно, нельзя от них требовать вот чего-то такого, чего экономике не нужно. Вот там у нас где-то до 98-99 года постоянно появляются какие-то политики, которые вносили в Думу законопроект, например, о развитии чекового обращения в России. Они, может быть, ездили во Францию, в Англию, в Германию, говорят, там есть чеки, дайте у нас их введем. Совершенно не понимая, что Россия там перескочила этот исторический эпизод, и там перешла сразу к платежным карточкам. Поэтому там для все попытки составить банки ввести чеки, они оказались бессмысливыми. Просто экономике это не нужно, и банки этого нигде делают. Значит, следующее, во всем мире, банк – это существо очень, кстати, существо очень специфическое. Он берет ваши деньги, ваши, мои, как думают, вкладчика, и распоряжается ими как своими. То есть он очень, по-наушному называется, трансформационную роль банка. Он про своё сбережение и инвестиции. Он берет у нас с вами, а отдаёт от своего имени. И именно поэтому во всём мире создаётся система банковского надзора, которая смотрит за тем, чтобы в банке деньги не проработали. Потому что, слушайте, если я могу взять деньги у вас и отдать их как свои, ну там я же не могу и себя отдать, правда? Ну то есть малый там вас, и брат туда, и СМАТу. Вот собственно говоря, для того чтобы этого не происходило, нужна система банковского надзора. В Советском Союзе системы банковского надзора не было вообще. Вообще, первый департамент банковского надзора в Центральном банке России был создан в 1994 году. Даже не в 1991 году, а в 1994 году. И, к сожалению, у нас был эпизод с предыдущим представителем Центрального банка, который назвал Сергей Михайлович Игнатьев, который тоже представитель Санкт-Петербурга, добрые слова. Который считал, не принимал банковского надзора и не считал на первую очередную задачу Центрального банка. И по большому счету он это дело сильно запустил. У нас и до этого, да там и в конце 90-х годов банковский надзор был не шибко сильный, и в начале двухтысячных греховщиков. Но, тем не менее, там что-то такое происходит. Сергей Михайлович, он просто не обращал на это дело внимания, а получилось так, что в это время в страну пришли те самые 2 триллиона нефтедолларов, а еще после этого пришли там 500 миллиардов, полтриллиона долларов внешние займы, на основе которых банковская система быстро росла. И все свои проблемы, все воровство этими новыми деньгами закрывались. Знаете, как у нас вроде пирамида, такая банковская банка. То есть все проблемы в банковской системе закрывались вот этими нефтяными и заемными деньгами. И, по большому счету, внешне казалось, что в банковской системе все хорошо. Пока не случился кризис 2008 года, и когда эти банки начали рушиться, и когда на спасение банковской системы Россия потратила 4% на РВП, что было больше, чем в любой другой стране, входящей G20. И, соответственно, проблема банковского надзора была сильно запущена, и пока Игнатьев не ушел из Центрального банка, там мало что менялось. То есть вплоть до того, что, понимаете, когда банк отозвать лицензию, там нужно провести, Центральный банк называется комитет банковского надзора, они должны провести заседание, применять решение, что там формально, что ничего не нарушается, после чего писать Центрального банка, нужно подписать приказ. И вот это все откладывалось, 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 и накопилось. И вот до сих пор, пока не пришла Эльберна Бюрлина, которая в хорошем смысле сипогната. Которая, знаете, как есть человек функция. Вот она пришла на это место, ее там функция подписывать, не подписывать приказы об отзыве лицензии. Она, может быть, там тоже не очень сильно разбирается в банковском надзоре, но если люди, которые сидят в специальном комитете банковского надзора, говорят, что все, мы считаем, обертые подписки. И вот эта работа, по крайней мере, начинается по отзыву банковских лицензий. И самая большая проблема состоит в том, что запущенность настолько велика, а пропускная способность Центрального банка настолько мала, что они сейчас успевают реагировать только на те случаи, когда банк уже расслаблено вообще все. То есть у каждого банка, ну практически у каждого банка, у кого отзывается лицензий, у него уже нет никакого своего капитала. И поэтому там все эти проблемы с платчиками, с обманками, с платчиками и прочее. И сколько лет еще понадобится на выведение банковской системы, банковского надзора, на какое-то такое работоспособное состояние, чтобы не было таких сильных потрясений, я пока только боюсь сказать. Но вот проблема, она, к сожалению, не имеет быстрого решения. Она длинная, у нее длинные корни, и нам еще какое-то то, что Северец, не предстоит жить. Спасибо, там много рук было, да. Вот скажите, пожалуйста, Сергей Васильевич. Или Сергей Васильевич, или Сергей. Давайте, вот, я не отец. Вот как вы сказали? Сергей Васильевич, это я сказал Сергей Васильевич. Я тебя с бунтманом спутал. Ну, значит, я ревно. Скажите, пожалуйста, вот в тех тенденциях, по которых мы находимся, значит, до 2018 года, какой вы будете жить лучше. Ваши прогнозы о развитии экономики после 2018 года, после 2022 года. Ну, после 2022 года. Ну, после 2022 года. Ну, после 2022 года. Пусть. 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 Пусть summer, года была такая штука включена decisively, да, что выступает премьер-министр, и говорит, что типа вот, после Нового года будем жить лучше. А после какого года? Знаете, здесь с brush four есть неоднозначные終 allowed. Нормальным состоянием доэкономической системы, доэкономики, является рост. Экономика с любой стороны, это, опять, существо, нехорошее слово, я не знаю, как подобрать, да, вот такой объект, который объективно должен расти. Ну, так, люди хотят жить, люди живут тот же, люди хотят жить лучше, это объективный драйвер, и это тогда того, что экономика должна расти. Я взял базу данных МВФ, там, соответственно, есть все страны мира, с 1980 года, ну, кто-то с 1980 года, кто-то с 1990 года. Я взял страны с уровнем ВВП выше 100 миллиардов долларов по кредитам покупательных способностей на человека, вот, это примерно 5% от России и выше. Ну, то есть, со всей мелкой стороны не стал брать, и посмотрел вот за это время, а много ли было случаев, когда экономика падала больше, чем 2 года подряд. Ну, ну, экономика циклическая, она растет, падает, растет, падает, независимо от уровня падения. И выяснилось, что вот таких случаев крайне мало. Да, вот если не брать ситуацию войны, да, если не брать ситуацию такого трансформационного перехода, вот, как там, в России в начале 90-х, да, если не брать ситуацию нефтяного шопа, когда цены резко выросли, а потом упали, там, в сторону Ближнего Востока они все полетели вниз, то вообще, когда таких случаев, там, в пределах полутора, там, двух десятков, вот, крайне мало. То есть, вот, экономика, она обречена на рост. Дальше экономическая теория говорит о том, что у каждой экономики есть свой потенциал роста, объективно, обусловлено, вот, с тем состоянием. Значит, по российской экономике, к сожалению, нет хороших исследований, но экспертно, интуитивно считается, что потенциал роста российской экономики в нынешнем виде, вот, вообще говоря, да, если все, убрать, так, он составляет порядка 4% в год. А итог этого года, ну, скажем так, минус полпроцента. Вот, получается, что мы на 4,5% годовых, да, недоиспользуем свой потенциал. Соответственно, я, опять, интуитивно, у меня нет расчетов, у меня нет математических доказательств. Я считаю, что вот эти 4,5% можно поделить на три части. Есть три фактора, которые мешают России свой свой потенциал. Пункт первый, ну, это проще всего, это западные санкции. Да, то есть, вот, западные санкции, с одной стороны, они нас ограничивают в том, чтобы российские банки и компании могли привлекать капитал. Соответственно, нужно выплачивать ранее полученные долги. Это вот те самые национальные санкции, наши с вами вклады, банки и предприятия должны отдавать в погашение старых долгов. Это просто вычет из национальных санкций. Это оказывает какой-то, пусть не очень большой, но эффект оказывает минус на экономический рост. Но самое главное, что вот западные санкции, они резко повысили то, что в бизнесе называется волей политического риска. Но когда бизнесмен принимает решение идти в другую страну, вкладывать или не вкладывать деньги, он оценивает экономический риск, заработаю или не заработаю, когда конкуренция много и прибыли. А второй политический риск, стабильная или нестабильная ситуация, могу ли я там доверять стране или не доверять. Вот западные санкции, это нигде не написано. Вот политический риск, и все банки и предприятия оценивают сами самостоятельно. Вот уровень политического риска на Россию поднялся настолько высоко, что приток западных инвестиций резко ослаб, и практически его нет. И это означает, что вот Россия, страна, которая догоняет по уровню развития технологического, мы критически зависим от западных технологий. Вот нам нужен приток капитала не в том плане, что нам нужны деньги. Деньги у нас в России хватает, там нужно с вами пойти. Но нам нужны западные технологии, западные менеджменты, западные оборудования. И вот на это все наложен запрет. И вот статистически сейчас это измерить очень тяжело. Но с чем дальше мы будем идти, тем опыт развития будет больше. И это такое тормозящее развитие, да, вот просто не вкладывая деньги сегодня в экономику, вы не можете получить рост через 2-3 года. Соответственно, вот на все на этом месте западные санкции примерно одна треть проблем. Еще одна треть проблем, это, ну скажем так, неэффективность российской бюрократии или большого государственного договора. Бюрократического давления, государственного давления на экономику. Начиная от того, что государство начинает захватывать все больше и больше доли в собственности, а государственная собственность она крайне редко бывает эффективной. В России, по крайней мере, очень мало государственных предприятий, которые показывают высокую эффективность. Тем более, если они работают в одном секторе с частными. А потом у нас существует огромное количество инструкций, положений, которые затрудняют жизнь на частном бизнесмене. Надо сказать, что в этом направлении что-то делается. Если вы посмотрите, есть такое агентство стратегических инициатив, которое Путин лично курирует, и которое рисует постоянные дорожные карты, как и меньше здесь, и какое-то движение здесь происходит. Оно может быть не очень быстрое, но оно и не может быть быстрое. И вот этот потенциал, вот этих полутора процентов, он потихонечку освобождается, ну какие-то каждый год, что-то из этого можно получать. А последние полутора процента, это то, что можно назвать политическими проблемами России. Весь бизнес основан на... Цель бизнеса, на любого бизнеса, зарабатывать прибыль. Просто если бизнесмен не зарабатывает прибыль, то очень-очень понятно, чем он занимается. И бизнесмен, который несет убытки, на таких не бывает. Он на устал же стать банкротом, таких артуристов в жизни, которые так не работают. Для того, чтобы вкладывать деньги, вы должны быть уверены в том, что результат вашего вложения достанется вам. И что там к вам не придет никакой кошмарище в вашем бизнесе, вас в собственность не отберет. Вот опять я цитирую Путина, что в прошлом году в России возбуждено 225 тысяч дел, уголовных дел против бизнесменов. Из них до суда дошло 15 процентов, но при этом 85 процентов бизнесменов, которых возбудили уголовное дело, потеряли свой бизнес. Вот это называется отсутствие защиты прав собственности. Что для бизнесменов права собственности является незащищенными. Их может защищать либо очень жесткий авторитарный лидер Некором Первый, яркий пример Сингапур, Сликуанье, или Чили времен Приночек. Другие случаи таких не надо. Вот есть два примера во всей истории, чтобы два относительно чистых диктатора, которые смогли обеспечить защиту собственности. Или права частной собственности защищаются политической конкуренцией, представительством разных слоев в парламенте, честными выборами, независимыми средствами массовой информации, независимыми судами, право охранителями органами, которые охраняют право, а не чиновника. И вот это здесь у нас, что называется, в этой части политический реформ, движение, но точно не в ту сторону, в которую нам хотелось. Поэтому потенциал России, как будет использоваться потенциал российской экономики после 2018 года, в моем понимании, вот есть вот эта вторая часть, полутора процентов, от которой мы можем больше или меньше получить. Санкции пока, об отмене санкций никто не говорит, потому что там вас наш. И, соответственно, вторая часть, это политические реформы, связанные с защитой правосудственности, тоже ничего не происходит. Поэтому мой прогноз, он вот такой. Нет, кают, неправильное слово, не бывает экономики, как кают. Нет ни одной экономики в мире, которая будет просто в силу и исчезла. Не надо, у нас устойчивая экономика, пока есть нет газа, металла, и вот этим жить с вами великолепно. Ты это называешь великолепным? А когда, ты слушай, а когда ты жил так хорошо, как сейчас? Ну вот здесь вы убрали последние, там, не знаю. Спасибо, переезд в Петербург. Отлично. Ну, кто-то приехал в Петербург, кто-то еще. На самом деле, посмотрите, я понимаю, что тут даже история своя, там, уровень жизни свой, но по уровню потребления, мы сейчас там, население России в целом, оно ушло на уровень пика 2008 года, до кризиса 2008 года, что, примерно, то же самое, что где-то там конец 2011, начало 2012 года. То есть, у нас за последние два года укрепление снизилось на 15%, мы отошли в 2011 год или отошли в 2008 год. Вот так хорошо, как в середине 2008 года, когда мы жили? Да никогда. Поэтому, говорит о том, что мы живем плохо, но это означает, что вообще не помнит, что вы предыдущие. Объясни тогда такую ситуацию. Значит, смотри, у людей отнимает собственность, у людей отнимает бизнес, и при этом все за. Кто за? 85%? Нет, подожди. 85% только никем не подтвержденная, никем не подтвержденная цифра. Подтвержденная циком. Нет, нет, стоп, стоп, стоп. 85% на выборах не набрала ни одна политическая партия. Не было такого изжимтата. Я готов поспорить, что у Газима Ваня еще будет. Не циком, а социологическими статистами. Знаешь, как Виталий Научин, вам звонят. Скажите, пожалуйста, вы поддержите российского президента? Да, вы там случайно выбраны для нашей социологической снижки? Я скажу, вы не туда попали. У вас вопрос. Вы знаете, у нас все ваши волосы записаны. Да, и это социологический вопрос проводит Федеральную службу охраны, Российской Федерации. Сколько относитесь к Владимиру Владимировичу Путина? Предвидите документы. Да, да, нет. Можно я отвечу на этот вопрос? Я традиционно не отвечаю там. Вот скажите, пожалуйста, из сидящих в зале, кто может стать олимпийским чемпионом в беге на 100 метров? Какими словами? Один. Вот один правильный, вот один человек точный. Еще есть желающие? А я отвечаю, любой из вас, любой из вас, только каким образом, если вы сами отберете себе соперников. Вот российская политическая конкуренция, российские выборы, вот вообще рейтинг поддержки политиков, это когда у тебя есть, с кем сравнивать. Да? Вот это то же самое. Но, подождите, не бывает. Ну, вот, у нас, у нас даже честная голоса, честный подсчет голосов нельзя сделать. Там не получается сделать. При всем стороне Центра Ферхума мы не можем честно посчитать голоса. А честность выборов, она определяется там даже не почетным голосом. А это равенство права кандидатов на доступ к финансированию своей деятельности. Да? На равенство кандидатов в доступе к избирателям, то есть к телевизионным каналам, чтобы с телевизионными с избирателем общаться. То есть, о чем мы говорим? То есть, каждый из вас может стать эмпийским чемпионом бери на 100 метров. Погнаете вам право отобрать соперников. И вы... А хотите вы оберете соперников, которых вы... Ну, там, не знаю, за сколько, вы можете за 30 секунд пробежать 100 метров? А ваш соперник пробежит за 60. И вы еще в два раза опередите. Ну, это не только право. Если бы вы все были малипийскими чемпионами, ну, вы хотите 85 процентов. Спасибо, что не доза 9. Там руку видел, да? Пожалуйста. Ай, если можно. Можно, да? Огромное, конечно, спасибо за выступление. Прекрасно, да? Ну, не могу не сказать, потому что да. Так считаю, поэтому так говорю. Ну, и вопрос, если можно. Как вы оцениваете... Понятно, как оцениваете. Скорее все понятно. Сделку по Роснефти с точки зрения, может быть, даже каких-то макроэкономических вещей. И такой еще один маленький вопрос. Вы были макро-директором высшей школы экономики. Вот, ну, вы сказали в самом начале, что поменялось некоторые вещи, связанные с точки зрения отношения к вам, как к профессионалу. Вот в высшей школе экономики здесь все можно два слова. И продолжаете ли вы с ней сотрудничать? В высшей школе экономики не захотелось, чтобы я оставался в числе ее сотрудников. Более того, в высшей школе экономики есть институт по названию «Центр развития», где я выполнил функцию выпускающего редактора макроэкономического обзора, который он хотел с какой-то регулярностью. в высшей школе экономики попросил, чтобы я не являлся вискающим редактором. Причем за это я даже денег не получил. В высшей школе экономики попросил, чтобы моя фамилия исчезла. С первой страницы этого бюджета. Вот, а про Роснефть. Про Роснефть. Ну, так так, первое, то, что это не приватизация. Ну, то есть, вот, приватизация, это когда управление бизнесом отдаётся от государства кому-то другому, не государством. В Роснефть даже после этой сделки 50% плюс 3 акции остаются в руках государства. За вычетом голосов, там, с фактором акции, которые находятся в свободном обращении, правительство имеет на собрании акционеров, ну, наверное, где-то 65-70% голосов. Если учесть, что там есть инвесторы, которые не голосуют, это означает, что правительство в Совете директоров будет иметь, ну, точно больше половины, а, может быть, для третьего класса. Да, и, соответственно, все корпоративные решения, какие необходимы, будут приниматься, исходя из интересов главного собственника. Ну, то есть, в этом отношении российское правительство ничем не хуже, ну, и ничем не лучше. Не знаю, Владимира Потанина с, кем это, с Дерипаской, контролирующих нарезки никель, ничем не лучше, не хуже Лисина и Горашникова, которые контролируют свои металлургические комбинаты. То есть, как известно российское правило, 51 – это 100, а 49 – это 0. Да, и вот в этом отношении это точно не приватизация. Это, вот, продажа, ну, скажите, знаете, такой размер. Государство считает, что, вот, окей, за эти 19% акций, у нас нефть выплачивает, я не буду точной цифрой, предположу, она платит 20 миллиардов, там, 100 миллиардов рублей дивидендов в год, да, соответственно, вот на эти 19% акций получается 19 миллиардов рублей в год, а я продаю за 70, за 700 миллиардов, и сколько я лет могу дивиденды, ну, типа, ну, понятно, что деньги сегодня, это лучше, чем эти 19 миллиардов, получать их, там, в 100 лет дней, даже в этом отношении, там, в чем такая циничная выгода. Так, а зачем им нужно это, покупателям? А, сейчас, сейчас, ну, подожди, сейчас, в частях. Ну, это же забыл вопрос, да? Это, значит, первое, что это не приватизация, и государство никоим образом не теряет своих воздействий по управлению за рост нефтью. А, второе, сделка до конца, и эти сделки еще нет. Да, то есть, юридически акции не перешли к покупателю, и еще там есть несогласованные вопросы, и документы не подписаны. Да, соответственно, да. Да, еще один вопрос в связи с этим. Как вы оцениваете то, что эти 19,5% продали за 10 миллиардов, а в свое время ТНК БП, тоже Роснефть, купила за 55? Ну, вы знаете, а когда-то нефть стоила 148 долларов за маррер, а когда-то 32. С на любой компании, нефтьюна, определяется, зависит в том числе о цене нефти. Ну, это как раз, в этом нет вопросов, на меня нет претензий. Вот, значит, сделки еще нет, да, и там, скорее всего, она состоится, и состоится ровно потому, что она политически и финансово, ну, во-первых, бюджету нужны деньги, вот эти 700 миллиардов, во-вторых, Путину нужно продемонстрировать прорыв блокады, вот санкции. Да, поэтому для него это сделка критически важна, и, так сказать, вы знаете, когда вы торгуетесь там на рынке, да, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И вот есть там один из покупателей, Катарский фонд, например, то же самое, как наш фонд национального благосостояния, да, который вообще там никому ни о чем не отчитывается, что хочет, то и делает. И никому не обязательно рассказывать. А второй, Глинкор, это акционерное общество, которое котируется на новоцкой бирже, они обязаны акционерам раскрывать информацию. И они раскрыли условия сделки. И выяснилось, что, вот, оказывается, для того, чтобы Глинкор участвовал в покупке Роснефти, Роснефть отдала Глинкору дополнительный контракт на продажу 220 тысяч барреля нефти в день на 5 лет. Значит, вот стоит, значит, если Глинкор, а Глинкор, это одна из крупнейших торговых компаний, или вообще, в том числе и нефтью. Значит, вот я и Глинкор написал, что мы в своих денег вкладываем всего 300 миллионов долларов, да, а остальное будет дано катарским фондам и банками. Но я скажу, что если Сечин прав, то есть он сказал правду, и что в этой компании Катар и Глинкор имеют 50 на 50, то Катар должен быть полным идиотом, чтобы если Глинкор вкладывает 300, они вкладывают 3 миллиарда, например, да. Значит, я думаю, что они, видимо, тоже вкладывают капитал 300 миллионов, а сам не знаю, как там. Вот, вот свои 300 миллионов, Глинкор отбивает за эти 5 лет на этих 220 тысяч баррелей нефти, если он на каждом барреле может заработать 75 центов литра. В моем понимании, это крупнейшие трейдинговые компании, это реализуемо, да. То есть для того, чтобы эти акции купили, вот нужно было Глинкору дать какую-то вот еще доплату, чтобы он согласился это делать сделать. Так, поэтому вот там эти акции, по вопросу, зачем они им нужны, не особо им нужны. Не особо. Но им создали такую конструкцию, что там на горизонте 5 лет эти акции для них достаются почти бесплатно. Ну и здесь, по крайней мере, они даже и так же, если они все потеряют, они вот эти все 300 миллионов свои вернут через контракт на продажу нефти. А остальное будет кредитом банков. Каких банков, пока непонятно. Значит, есть слухи, что это будет вот тот самый Интезо, итальянский банк, который выступал от организатора этой сделки. Я сильно в этом сомневаюсь. Потому что Интезо, это, ну, он работает как инвестиционный банк. Я в свое время работал в Баре Лич, и я знаю, как работают инвестиционные банки, какие риски они на себя готовы принять. Ни один инвестиционный банк такой риск не возьмет. Когда вы там сделали на 10,5 миллиарда, без которых на 9 миллиардах он дает кредит на покупку. Так не бывает. Вот там на 900 миллионов он может участвовать, а на 9 миллиардов такой сделки он участвовать не может. Значит, кто-то, кто-то эти деньги дает. Одна из версий, что эти деньги, вот каким-то образом, Роснефть, который хочет там получить 600 миллиардов рублей за облигации для размещения, что это будут деньги Роснефтью. Там вторая версия, что могут какие-то российские госбанки, не знаю, там ВТП, Госпомбанк, но каким-то схематическим образом вот эти деньги придут на покупку. Ну, то есть, вот, пока об этом, это все гипотезы, да, пока мы не знаем, ну, вот, пока, как это профинансировано будет сделка, непонятно. Да узнаем. Когда-нибудь мы обязательно узнаем. Нет, нет, слушайте, когда-нибудь мы обязательно узнаем. Как минимум, нет, ну, вот смотри, вот только Сечин с Путиным нам рассказали про эту замечательную сделку, тут же вечером того же дня Глинкор, видимо, от давления своих акционеров, которые сдавили его звонкой, просто пресс-лились и рассказал. Соответственно, Глинкор в конце... А где он рассказал, кстати, у нас их кто-то... Подожди, почему-то? Я в сайте дал ссылку для себя. Нет, на сайте Глинкор я из пресс-лились спрашиваю. Да нет, все, все, это РБК дал мне ссылку. Нет, все известно. Просто Глинкор по итогам 2016 года выпустит акционерный отчет, да, и в том числе и финансовый отчет. И это все будет рассказано про эту сделку. Но, собственно, эта сделка-то должна быть завершена до середины декабря, то есть она подойдет в 2016 год. Ну, значит, где-то там, в районе марта-апреля, 17-го года он про эту сделку узнает. Но если не все, то почти все. Очень много. Да, и, ну, всегда можно там найти дружесного акционера Глинкора, который задаст вопрос в ходе телефонного звонка, это, нет, мы не про эту сделку, в отличие от того, как там, например, Роснефть продают у них китайцы, мы на каких условиях скатились кипли, мы не узнаем еще очень много лет, пока сейчас сидит в Роснефтье, то про эту сделку мы узнаем очень быстро все. Да? Ну, вот, вот, как не можно относиться, да? Ну, вот, знаете, как, если, вот, если вы вообще даже все политические аспекты, но, в принципе, если Катара и Глинкор действительно купили, там, 12% акций Роснефть за 700 миллиардов рублей, то, слава богу, что купили. Ну, потому что на меня, как на государство, это вообще-то никаких ограничений мне не накладывает, да, но я монетизировал свой будущий дивидендный поток. В общем, хорошо монетизировал, да? Ну, что, можно посчитать, там, 35, на 35 лет вперед, там, дивиденды за 35 лет вперед, я получил сегодня. Ну, что это? Нормально. Ну, вообще, говорят, да? Если все честно, если мы там дальше ничего, то сделка не плохая. А если выясняется, что я финансировал, кажется, на Роснефть, ну, это ничем не лучше залогом акционов. Правда? Кто-то еще хотел? Вы, по-моему, хотели, нет? Вы хотели, да? Да, я хотел. Пожалуйста, пожалуйста. Мария Соля говорила о необходимости реформы банковской системы. Разделить банки, которые с длинными... Можно микрофон. ...и которые с длинными деньгами. Так не бывает. Как вы относите? Так не бывает. Нигде в мире так не бывает. Нигде в мире так не бывает. и создать личный двигатель первая я делаю я всего лишь кандидат экономический пункт поэтому я точно совершенно уважаю по всему миру она строится на деньгах вкладчиков деньги вкладчиков это депозиты это могут быть люди и граждане это могут быть предприятия по странному стечению обстоятельств вкладчики тяготеют коротким сроком своих депозитов они всегда смотрят какой-то срок и ищут оптимальное сочетание срока и доходности исходя из возможных рисков но вообще говоря сроки депозитов в банках они не очень длинные а сроки кредитов у банков они всегда длинные и в банковском бизнесе это называется одним из основных критериев надзора есть такой вот юриди не смысл, не совпадение сроков потому что у всех банков короткие депозиты и длинные кредиты и задача надзора и соответственно всех нормативных кредитов чтобы было какое-то наложение нельзя давать банку вкладывать в длинные проекты потому что у них есть короткие депозиты если вы скажете в банке вот у тебя есть депозиты только на год и ты не можешь вкладывать за проект, который длиннее года у вас в второй части банковской системы просто не будет дальше финансовые рынки банки начинают создавать переходные инструменты например одним из переходных инструментов является облигация если вы банк витальный кредит на 10 миллиардов рублей и вам срочно понадобились вам прыжки вкладчики и говорят опять 10 миллиардов рублей то вы продать кредит не можете у вас появляются облигации вы их размещаете на рынке и начинаете их торговать финансовая система устроена таким образом что разделить не получается по сроку вот пытались разделить банки по функции коммерческие банки, которые работают с депозитными кредитами и инвестиционные, которые оказывают посреднические услуги но выяснилось, что так тоже не работает любое искусственное разделение, оно банковскую систему не устраивает они работают Ужас какой-то вот там вот там вопрос да я хотел бы узнать такую совсем иную вещь о том, каковы вы видите изъяны, основные изъяны рынка Российской Федерации то есть, ну изъяном обычно монополия считается, монополизм а вот в России интересно есть ли изъяны вообще вы так наметили рыночную экономику в качестве основного, директивного такого показателя вообще развития любой страны всех двухсот стран вот в России вот в России настолько ли велико значение рынка и каковы так сказать возможные недостатки развития рыночной экономики в Российской Федерации вот так я понимаю да, прошу смотрите когда я говорил о рыночной экономике я говорил о том, что эта экономика основана где равновесие восстанавливается за счет свободы цен да, и в противовес этому я сказал, что против альтернатива это плановая экономика где цены и курс национальной валюты контролируются государством вот стран, которые идут во вторую часть во вторую да, вот это их очень мало это Северная Корея это Венесуэла сейчас ну или можно еще поискать там где-то Куба да может быть еще тут есть кстати у Китая не свободный курс курс он практически свободный он значит так вот запомни вопрос я сейчас про это расскажу значит вот но при этом рыночная экономика Америки отличается от рыночной экономики Франции и от рыночной экономики Швеции от рыночной экономики Германии вот эти две страны вот знаете вот вообще идеально совпадающие невозможно потому что экономика это не только свобода цен это еще и огромный масштаб государственного регулирования да нужно такую лицензию получать или не нужно нужно здесь отчитываться или не нужно там налоги выше или ниже такой набор налогов или другой и получается что вообще говоря все экономики они разные но вектор это свобода цены поэтому я называл их рыночная то есть как противоположность плановых цен как противоположность командной плановой экономики я сразу сказал что экономика России у нее куча дефектов и отсутствие конкуренции это одно из первых высокая роль государства это второе и засилье бюрократии огромное количество практически третий а самое главное что отсутствие защиты правослушности то о чем я говорил уже потом что на самом деле развивать экономику где не защищается правослушность крайне тяжело потому что никто не хочет инвестировать когда у вас неизвестны результаты на самом деле объем инвестиций снижается то есть бизнес не хочет вкладывать в развитие вот собственно да и ну не знаю хватит вам коррупция государственный вредит знаете монополизм по такому я сказал низкая конкуренция дальше монополизм мы сейчас будем переходить к терминологии монополизм формальный или фактический когда приходит проходит переназначение губернатора приходит его вице-губернатор который специализируется на строительных материалов и тут же местная в этой области на всех остальных наезжает налоговая полиция его фирма неожиданно становится какой-то там первый объем это монополизм или это коррумпированность или это государственное давление или государственное как это назвать я не знаю недостатков много я же не говорю что российская экономика идеальна как рыночная но я противопоставлял рыночную команду при этом все что касается недостатков там конечно не надо бороться с ними надо справляться и рано или поздно предстоит сделать и китай изначально китай начали реформы в сельском хозяйстве 79 году и мотивом для тех реформы стала голод население страны просто стал убирать при том что в тот момент в Китае более 80% населения живого в деревне они не могли себя прокормить поступать как Китай не производил природных ресурсов он не мог жить на природной реке соответственно построили физический голод и это подтопнуло Лен Сеорбина потому что начали реформы в деревне начали давать землю с 84 года начались реформы в городском секторе промышленности и с самого практически начала Китай для себя принял фразу что мы будем двигаться к приватизации постепенно при этом сначала мы будем приватизировать промышленность сельскохозяйственные потом промышленные а финансы приватизируются в самую последнюю очередь у них контрольный пакет государственный банки используются активно для многих процессов как инструмент управления экономикой либо через выдачу кредитов либо для того чтобы висели плохие долги и прочее и очень долгое время проводить курс не буду врать но в года они начали постепенно сдвигать изменение курсу юаня стало происходить периодически, примерно 2 года назад они курс юаня практически отпустили. И он у них двигается относительно свободно. Но так же, как и в России, долгое время инструментом регулирования курса является использование валютных резервов. Валютные резервы Китая превышают 3 триллиона долларов, на пике составляют 4 триллиона долларов, то есть они уже 1 триллион из 4 потратили на удержание курса юаня. Отпустив его на рынок, они вместе с тем тратят доллары своих резервов на поддержание курса. Соответственно, за последний месяц, за ноябрь, они потратили 70 миллиардов долларов, чтобы вы понимали. Поэтому у них с одной стороны курс плавающий, а с другой стороны они на этот курс активно влияют в свои валютные интервенции, исходя из своих соображений. Поэтому вот так. Да, но там цены точно будут. Да, и при этом они удерживают, ну, стараются удерживать курс гиганя, но примерно в близком состоянии равновесия. В отличие от Венесуэлы, где там рыночные курсы от официального отличаются в 100 раз. Да, в каюк. В каюк. Да, в каюк. Есть, да, вопрос? Да, спасибо. Сейчас вот еще. Я хочу возвратиться к началу 90-х годов. Вот, Кайна Луч, пару раз я педалировал на вас по политическому вопросу о приватизации. У меня вопрос такой. Ельцинская команда, которую вы платили, вы не рассматривали ли они возможность именной приватизации, то есть вот эти именной валюты. Вопрос второй. Что мешало Ельцину принять программу 500 дней? У него громадный авторитет, финансы. В принципе, человек уже ничем не рисковал. Он уже на столе своих дней. Почему он не принял эти 500 дней? Ну и третий вопрос, маленький вопрос, опять-таки, Роснефть. Все-таки такое впечатление, что какая-то вот такая темная сделка. У меня такое впечатление, что можно чисто формально подойти к этому, как начало распродажи России. Скажу, в 16-м году 20% Роснефти. В 17-м году еще давайте 20% и так далее этого погода. Спасибо. Прошу. С последним вопросом. Если вы возьмете статью Владимира Путина, представитель этого проекта, он 12-го года, перед последними выборами, где он об экономических аспектах своей предвыборной программы говорил, и потом это все было транслировано в его майские указы, он там прямо написал, что к 16-му году, к 2016-му году государство должно выйти из всех своих активов, за исключением естественных монополий и производства приемных ресурсов. То есть вообще-то говоря, Вальмир Путин обещал своей предвыборной программе проводить массовую приватизацию. Притом выйти, то есть вообще выйти, это означает, что целиком флот там должен был выйти, аэрофлот, еще еще, то есть много, откуда надо было выйти. Но при этом ниоткуда не вышли. Поэтому, если говорить о распродаже Родины, может быть, Владимир Путин, я хотел ее распродать, но при этом сразу сказали, что он не относился к естественным монополиям, то есть это не относился ни к РЖД, ни к Россетям энергетическим, ни к Росатому, ни к Газпрому, ни к Транснефти, ни к природным ресурсам. То есть Газпромнефть, Роснефть, Алросс и прочих, сюда вопрос к приватизации не относился. Поскольку он не отдает контрольный пакет, правительство не отдает контрольного пакета, я вообще считаю, что там распродажа Родины точно речи не идет. Ну точно. Вот о чем угодно можно говорить, но точно здесь нет распродажи Родины. Значит, про именную приватизацию, насколько я помню, был даже закон, по-моему, был прописан закон, и чуть даже не много, даже существовал. И Петр Филиппов, кстати, еще один питерский товарищ, по-моему, продвигал. Так, по-моему, и назывался в номерных репетиционных чеках. Я не очень хорошо помню, почему от них отказались. Скорее всего, невозможно было наладить учет. Вы просто вспомните технологический уровень, информационный уровень, начало 90-х. Не буду врать. Точно этот закон существовал, я его хорошо помню. Почему от него отказались и перешли к такому свободу. Более того, сейчас, знаете, вот опять, не могла ошибаться, но мне кажется, что как раз и Филиппов, и приватизаторы во главе с Чубальцем стояли за именную приватизацию, а Верховный Совет проголосовал на конечном итоге за свободные ваучеры. Могла ошибаться, но у меня почему-то в главе такая вот история сидит, надо проверить. Ну, вот в следующий раз, если пригласить, я попробую ее вспомнить. Последний вопрос. Видимо, не Ельцин все-таки отказался. Ельцин не поддержал программу 500 дней. Ельцин сказал, что он ее сразу поддерживает. От нее отказался не Карпачев, потому что 500 дней это была совместная программа Ельцина и Карпачева. И на самом деле, в начале сентября, если я помню правильно, 4-го и 7-го сентября, у Карпачева в Калинии в его кабинете было два больших заседания, где с одной стороны сидела команда 500 дней, с другой стороны сидела состав Советского правительства, который отвечал за реформу, и мы проходили вот эту программу. по каждому абзацу не абзацу. Нет, 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 нет. Там Рыжков еще был. Рыжков даже еще не Павла. Примерно, тогда был Рыжков. Вот. И, собственно говоря, по итогу второго заседания Михаил Сергеевич сказал, что вот все, да, я поддерживаю 500 дней, поэтому давайте делать, ну вот так, вот учтите это, и с этой программы я буду выходить. И мы такие молодые, наивные, мы обрадовались, и тут же там нас, там Сорос сказал, прилетели в Вашингтон, там как раз было годовое собрание МВФ, сейчас вы там свою программу презентуете, и вас там там сразу т-т-т, поддержка, мировое сообщество, и мы там через несколько дней летим, приземляемся в Вашингтон, и приземляемся в Вашингтон, и нам дают газеты, что Михаил Сергеевич от нас уже отказался от этой программы, и пригласил Академика Академигана, и получил его соединить Ежа и Ужа, потому что он отказался, Хабачев. И у меня долго не было ответа на этот вопрос. Немного лет, пять назад, я Михаил Сергеевича поймал где-то, вот так, значит, за какой-то ужин какой-то, и вот уже послушал, и я ему говорю, что Михаил Сергеевич, ну, слушайте, вот, раскройте секрет, вот почему вот все-таки вы, вот, все чисто, вот, он нигде не говорил это вопрос, почему, почему вы отказались от программы 500 дней? Я так смотрю и говорю, Сережа, ну, вспомни себя, там, 20 лет назад, ну, кто вы были такие, ну, как я вам мог доверить такую страну, ну, и все, вот его абсолютно честный ответ, то есть, вот, видя, с одной стороны, своих старых товарищей, там, с которыми он там прошел вместе выразы, а с другой стороны, вот этих 30-летних юрцов, про которые он вообще ничего не знал, даже, может быть, понимая, что эти юрцы предлагают правильные вещи, он не смог взять на себя вот того риска, который взял на себя яйца, да, то есть доверить людям, делать то, что они понимают, ну, вот, 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 что случилось. Другой версии я не слышал, и поскольку это уже мне лично рассказал Михаил Сергеевич, то, в общем, я считаю, что она единственная верная. Не устали? Нет. Сороткий вопрос, можно? Давай, давай. А ты устал? Да нет, ничего, можно еще. Скажите, пожалуйста, с первого по пятнадцатому год из России выведено триллион двести миллиардов долларов. Как вы думаете, они где? Какая часть? А где? Ну, идем где-то. Какие формы? Вращай вон у меня. Вращай вон у меня. Вращай вон у меня. Возвращай вон у меня. Откуда? Свет, давай. Хорошо. Нет, 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 не отказывай. Смотрите, в экономике есть такая штука, называется платежный баланс. Платежный баланс – это статистическая таблица, которая показывает потоки иностранной валюты, или, скажем так, потоки, оценивает в валюте движение денег в страну и страны. И платежный баланс делится на две большие части. Сверху, так называемые, текущие операции – это покупка-продажа товаров, туристические услуги, зарплата, выход на процент дивидендов, ну, все, что связано с текущей деятельностью. А в нижней части – это называется капитальная операция. Это выдача и возврат кредитов, ну, или это, например, покупка или продажа активов. И, собственно, баланс, он на то и баланс, что в результате был ноль. Да, то есть, вот в результате должно все сходиться в ноль в точность для того, что там какую-то часть валютных резервов, центральный банк, как бы он ни назвался, может отгибать или продавать. Значит, Россия – это одна из немногих стран в мире, их они есть, но относительное меньшинство, примерно четверть стран в мире, у них положительное сальдо по счету текущих операций. То есть у России исторически так получилось, что наш объем экспорта, да, ну, очень много экспорта товаров и услуг превышает объем импорт, то есть то, что мы продаем в мир, меньше, чем мы покупаем, да, и, соответственно, если центральный банк ничего не тратит и не наращивает свои валютные резервы, то для того, чтобы баланс сошелся в ноль, просто из России должен быть отток капитала, да, поэтому вот к этому, там, вообще к самому оттоку капитала, ну, нужно относиться вот это в некий результат экономической деятельности, да, вот в России такая страна, которая генерирует избыточные сбережения, да, в принципе, там, можно нарисовать модель экономики России, когда Россия станет дико инвестиционно привлекательной, когда она вот эти снимут, там, те самые байеры, о которых я говорил, тогда они будет санкции, когда будет защита правособственности, мы все эти нестанальные байеры снимем, у нас потенциал, там, 4,5%, к нам резко пойдут иностранные инвестиции, у нас увеличится приток капитала, и у нас, соответственно, начнет расти импорт, в первую очередь, там, инвестиционный, да, вот, и тогда у нас может поменяться, у нас текущая сальта может стать отрицательной, у нас будет идти приток капитала из всего мира, поэтому на разных стадиях у нас будет разная ситуация, там, поэтому, вообще говоря, там, у России, там, у школы, не знаю, готов вам побить, сколько ушло, пусть будет столько, куда они ушли, вот этот капитал, он привлекает к каким-то людям, ну, там, или компания, да, соответственно, как считаю, ну, у денег есть собственники, в отличие от собственности в Советском Союзе, кто-то на них упал активы, кто-то там упал месторождение нефти, газа, никеля, кто-то упал процентом даете пакеты акций в банках или в других компаниях, а в кризис 2008-2009 году, мы другую чиновнике потеряли. Кто-то там купил яхты, кто-то купил себе самолет, кто-то купил острова, ну, какой-то долг. Ну, как люди распоряжаются деньгами, tal, как они распоряжаются, и по большому счету, ну, вы это считаете, как, вот, принципиально есть разница там, альгарх Х, да, он себе построил на берегу Черного поля, наверное, там, в Сочи, асамег стоимостью там миллиард долларов, а он его построил во Франции асамегция за миллиард долларов. Ну, по большому счету, ну, может и там, и там, да, какая-то для вас это можно отнять я думаю что основная часть этих денег либо находятся на банковских счетах каких-то активов когда часть людей уже как просто не существует и потеряли я знаю пример многих российских олигархов и там бизнесменов крупных и средних которые за эти десять лет много денег потеряли потому что уметь вкладывать деньги там инвестиционные активы нужно так сказать там чуть его талант да и зачастую ваши инвестиции оказываются упыточными поэтому не пора ли нам заканчивать а давайте короткий что происходит с евро на эхо Сергей Парховенко там немножко говорит про то что это как-то связано с хоснефтью может быть вы не слышали я не слышал появилось просто 10 миллиардов евро на рынке и вроде как они естественно как-то излишек товара здрасте заедайте второй вопрос а нет сзади вас в чем здравствуйте насколько сейчас велика проблема моногородов в частности тольятти самого крупного из них и каковы перспективы этих городов и насколько это вообще влияет их не экономика на экономику всей страны хорошо больше нет вопросов нет ты все авторитарный вот видите как вообще что сразу убегаясь на правду вот демократия не только демократия про евро я не слышал что это паркотинка и честно говоря там вот сегодня не смотрел на то что происходит с курсом евро поэтому может там что-то и происходит я вспоминаю историю до 1996 года примерно марта или апрель март наверное российская федерация получила минфин получил кредит от правительства германии на полтора миллиарда немецких марок а минфина марки были не нужны ему для платежи по внешнему долгу или доллар и он взял все эти полтора миллиарда марок немедленно взял и продюсировал на рынке и немецкая марка там улетела мгновенно ну после чего там через три дня все вернулось а через две недели российская федерация получила такой же большой кредит от франции французский и сделала то же самое после чего на встрече парижского клуба российского первого замминистра финансов Андрея Вавилова который занимался всеми делами мы выбираем на стороне что мы будем ну пожалуйста не делайте так больше ну то есть вот вот это мы хотим вот думать о других да поэтому я ну не знаю там во-первых сделка ворус нефти она не закончилась да и денег еще не заплатили да это первое поэтому не думаю что там даже если с евро что-то случилось то вот это влияние этой сделки во-вторых как сказать это путин хорошо понимает видимо это дело там с полном сеченом вы там с центральным банком графику вы работаете я думаю что если эти деньги придут как евро то их просто центральный банк не рынок купит и доступен то есть там людмин Германия даст даже Минфина это на рынок вообще не окажет никакого влияния и я думаю что то что происходит с евро действительно ослаб то это связано с тем что приближается соседание федеральной ювизиарной системы сша где скорее всего ставка будет повышена и одновременно с этим два дня назад европейский центральный банк принял решение что они продолжают проблему программы активов и продолжают количество денежное смягчение то есть евро будет больше а доллар будет дороже поэтому курс евро-доллар пошел в сторону доллара ну то есть вот я не вижу ничего особенного спешите на то что последний суд я не вижу что там происходит на полпроцента ну это вообще ну это вообще 057 не сколько сейчас 1 05 ну слушайте а был 1 07 но вообще там ничего не случилось а было 1 07 то есть ничего не случилось да значит про моно города ну хорошо ну хорошо нет у меня еще один вопрос про моно города ситуация осталась большинство моно городов связано с военным производством и к сожалению выходов пока нет я бы не стал называть Тольятти в качестве моно города потому что Тольятти это город население 700 тысяч человек и там есть другие предприятия помимо автобазы на автобазе с пикового значения 105 тысяч человек сейчас численность снизилась до 55 тысяч то есть на самом деле и остальные там вот как-то люди разошлись и устроились особой проблемы там безработицы не существует вот эта большая самара самарсо-тольяттинская агломерация по большому счету она очень крупная и впитывает рабочую силу там мой регион такой самара как сказать один из наиболее прочных в России на его отношениях рабоустойчивая и рабочая сила нам востребована в Тольятти из Тольятти как раз более спокоен потому что скажем так ситуация на автобазе она производная ситуация в российской экономике населению плохо доходы населения падают и население покупать автомобили сейчас население станет получше нефть подорожала зарплаты бюджетного поднимут там еще и санкция или что-то такое и население покупать автомобили автобаз после того как его из кризиса восьмого года вытащила он увеличил производство мощности в два раза в советском сайте мощность автобаза была 720 тысяч автомобилей сейчас они миллион четыреста автобаз на полную мощность может производить миллион тысяч миллион четыреста тысяч автомобилей которые что называется собраны из одних и тех же деталей на одном и том же оборудовании висит шельдик лада где-то висит шельдик nissan а где-то висит шельдик ренок ну вообще говоря если вы покупаете ладу то у нас будет 15% дешевле чем Nissan для того что это одно и то же чтобы вы понимали вот это такое совместное предприятие в этом отношении там есть ошибки менеджмента другие но как только на семейные ошибки покупать автомобиль автобаз будет одним из бенефициаров на все остальные на военные завода к сожалению особо прогресса нет но потому что и военная оборона и химические и прочие объекты закрывать с одной стороны не хочется потому что продолжаем их содержать а по большому счету решение проблем многородов надо закрывать делать массивные программы переселения но потому что это в советском союзе можно было принять решение да и там построить еще предприятие обеспечить занятость вот это военное предприятие закрываем чтобы деньги и построить другое потому что когда начинаете считать транспортную составляющую то я не могу понять тем более как бы не задать тебе как ну хоть и временному жителю Вашингтона экономические последствия президентства Трампа как как во-первых во-первых дайте сказать он еще только через полтора месяца станет президентом он еще не президентом во-вторых не а последствия во-вторых с формирования команды и с точки скорости формирования команды он опережает многие другие администрации то есть он свою команду формирует быстрее чем многие другие его предшественники он судя по всему выбрал очень вменяемого министра финансов но с ним встречались руководители крупнейших американских банков и они выступили дружно с публичным взаимением в поддержку его кандидатуры и при очень острых разногласиях трампа где демократический штат и он проводит встречу технологических компаний с тем чтобы договориться кто поэтому я думаю что он будет в жизни другим то есть не все его говорили он сказал что высшая степень политического цинизма состоит в том что в политике начинают выполняться все свои предвыродные обещания вот я думаю что это нужно в квадрат возвести я думаю что очень многие свои обещания построить стену с мексикой он не стену а барьера не барьера не барьера а ты знаешь что стену между мексикой и сша будет компания там вот и вот но по крайней пока назначение министра министра меняем министра торговли и промышленности бизнесмен 79 лет но тем не менее бизнесмен практиковавший активный и так понимающий что такой бизнес очень большие проблемы это защита окружающей среды это человек который выступает против противникам и что нужно бороться с глобальным противником и соответственно это большая но пока его экономическая что называется команда достаточно вменяемой и давайте подождем он обещает он обещает провести налоговую реформу в америке на самом деле и демократы республиканцы все согласны в том что налоговая система уже не надо ее нужно упрощать и согласны по основным направлениям по основным блокам реформы там республиканцы говорят что если мы снизим налоги то мы их не повышаем просто снижаем расходы а демократы говорят давайте все что мы снизим мы повысим через другие налоги и там будем перераспределять больше а то что нужно делать с налоговой реформой что нужно упрощать систему это согласны соответственно я думаю что он проведет налоговую реформу которая будет крупнейше своего рейдена и судя по всему и 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